вы в эфире вижу уже и чатик активизировался ладно всем привет вы на канале роза мастер меня зовут роман и сегодня наш традиционный стрим по субботам с моим участием завтра будет алексей завтра будет отдуваться он сегодня он опять жрет мясо в гордом одиночестве ну ладно простим ему это как говорится на том свете зачтется после того как мы с ним как говорится это говорится и так сойдет что там у нас из интересных новостей капитализация на видео достигла каких-то там значений там интересное что нас интересует они теперь на пятом месте вроде как они на первом месте да извините не там apple подвинули а вы говорите видеокарты имеют адекватный прайс ну да ну да конечно куртка мы тебя так и поверили первое место по капитализации видики за адекватные деньги где-то мне кажется на снаю немножко обманывают чуть-чуть ну ладно раз так она все есть как бы ладно и так сойдет там гениальный вопрос игровой компьютер на который будет актуален на пять лет я из могилева это не проблема человек из могилёва напиши ему что у нас тут прямой эфир как бы но просто то что из могилева это не проблема нет почему откуда у тебя этот вопрос ладно я посмеялся было весело так если они поднимут цены допустим в два раза мы все равно купим если они поднимут цены все вместе между прочим вот если ценник поднимет только компания nvidia то не то чтобы у md не было чего этому противопоставить как говорится то есть тут вопрос такой как говорится у нас получается что у нас получается что есть intel которая у нас в принципе довольно неплохо бюджетном сегменте то есть если мы возьмем а 770 то она много жрет да она ну довольно медленно и да но конкурентами тридцать шестьдесят и тридцать шестьдесят и не являются какое-то время они стоили вообще каких-то смешных денег и сейчас эта политика в принципе продолжается если у вас в целях популярные игры или новые игры то ну как бы с этим проблем нет если вы поигрываете иногда в каких-нибудь старичков то поддержки со стороны драйвера не будет и это одна из основных проблем вот этой видеокарты а так ну то есть а 750 а 770 имеет право на жизнь даже в сравнении с 30 60 и 36 30 60 ну а у md есть ну 6 700 6 700 x t которые гарантированно лучше и стоят примерно тех же денег про них мало кто вспоминает про эти карты есть на это причины но как бы карты продажи есть rx 7 600 на их пони выглядит не так интересно но как бы подними nvidia ценник в два раза и тут резко найдется просто вот такая куча конкурентов и по сути видик останется один виде 4090 для рабочих задач поэтому спокуха сейчас мы надеемся что intel с мд не пойдут по такому же пути а зелененьких все-таки чуть-чуть подожмут и будет еще выбрать мы ждем fsr 3 мы ждем новое поколение боевых магов от intel а потому что но текущие видеокарты несмотря на очень неуверенный старт не так плохи как кажется да они не популярны среди геймеров потому что ну блин ребят вы не выпустили прям вау продукт и нужно время на то чтобы ваш продукт в игровой среде распробовали и начали покупать но в принципе идея вскочить в вагон именно сравнительно бюджетных решений была не такой плохой и я не могу сказать что у intel прям не получилось нет просто как бы время ребят требуется время для этого требуется выпустить еще одно поколение карт требуется забить вот эту нишу старых игр хоть как-нибудь ну то есть как-то порешать эти вопросы которые возникают и тогда да тогда мы на intel будем смотреть мы сейчас на них смотрим просто ноги бы я не вижу смысла разрабатывать сейчас что-то на intel и на текущем поколении карты текущем поколении карт но это не значит что я не вижу смысла в этих картах и так просто на мой взгляд сейчас их пора уже менять на новые если в этом году так и произойдет что и должно произойти ногу посмотрим может быть собирался брать брать 27 gp 850 by как оценишь монитор давай-ка почитаем отзыв нашего клиента которому мы недавно такой монитор сосват или сейчас я его найду придется немножко подождать у меня тут чуть-чуть много чатов телеги тысячи их приветствую отличный монитор цвет шикарный засветов не видно только отражение окна и других предметов на темном фоне glow effect присутствует от этого от того что слишком близко к глазам монитор стол маловат хотелось бы отодвинуть подальше от себя но это как только с меню стол фотки делал но они не передают весь кайф еще вопрос нормально монитор ребят если мы его рекомендуем значит он окей да там бывают свои нюансы с ними ну как есть привет роман и сообщество можно сказать что благодаря вашему каналу я самостоятельно собрал себе компьютер на их 670 и плюс это асу став если что 7800 x 3d 40 70 гигабайт kingston фьюри бист на 6000 скорее всего md edition хотя уже не так важно для двух планок тут джеки 502 это корпус рок стрикс 850 ватт блок питания депутся 720 белая сборка не кидайте с камнями но для белой сборки lt 720 странный выбор хотя если это не белая сборка зебра ну то есть память белая мать черная виде к белый вода черная но они тоже очень хорошо смотрятся там главное подобрать баланс можно в твоем случае еще может белые фаны на черные вещи одеть то есть если у тебя внутрянка в корпусе черный одеть белые вентиляторы может получиться более интересно по дизайну если красиво токи все сам собрал bios обновил xx м а экспу профиль экспу не сразу понял экспо не включал включая экспо на материнских платок стоит ограничитель ну на последних bios их вы 670 этап и я тебе прямо гарантирую стоит жесткий лог на 1 и 3 максимум вольта плата больше не задирает напряжение сок но и шансов что твой новенький x3d процессор от едет в мирной но близок к нулю он конечно никогда не нулевой но близок к нулю то есть можешь смело после прошивки на последний bios 1616 по моему если мне не изменять память мы совершенно недавно собирали x670 и туф плюс на 7950x процессоре со 128 гигами рамы и да мы исследовали влияние напряжение сок на работу с памятью то есть все эти чудесные разгоняторы памяти крутители таймингов и все остальные могут в жопу себе засунуть все свои знания просто по одной причине что на чистоту влияет работа контроллера то есть вот мы на четырех планках заводили на 128 гигах на сок 1.3 это 4200 на сок 1.4 это 5200 вот и все больше можно ничего на плате не трогать но импут аутпут еще нужно поднимать напряжение которое бегает непосредственно от контроллера к банкам все расскажите мне что контроллер на это не влияет а то ну там разгон системный агент ну либо контроллер памяти первейший ограничитель на пути к высокой частоте хотя хватает и других тормозов понятно что все это работает в купе но просто блин когда мы начинают доказывать что это неважно я прям кипятком писаюсь потому что только от этого многое зависит и главная проблема разгона памяти при установке четырех модулей или в принципе при настройке памяти это контроллер это контроллер не в мд очень тяжело им еще четырьмя модулями причем что интересно четыре шестнашки секс по профилями на 6000 работают а 432 ки с трудом заводится на 4200 ну прям требуется уже напряжение сок изменять шести тысячах не то что речь не идет ну короче было очень забавно и я могу сказать что он прям жестко фиксирует не позволяет менять и максимум он задержать задирает напряжение на две сотые вольта то есть если поставишь 1,3 он покажет 1,32 что все еще является безопасным напряжением но чисто в теории конечно поэтому загружай водянка мси мег корр ликвид с 280 сможет охватить 13 700к или 12 900к для процессора на 300 ватт честных 300 315 ватт очень сильно будет зависеть от вентиляторов и ее расположения если через нее будет дуть на постоянке горячий воздух от видика нет если не будет шансы есть с хорошими фонами один и Продолжение следует... Продолжение следует... Почему у Legion 5 Pro 2023 года никогда не отключаются вентиляторы в тихом режиме? Ребят, этот вопрос надо задавать не мне. Этот вопрос надо задавать Lenovo. Вообще, сейчас у Lenovo должна быть возможность управления вентиляторами и настройки режима. Возможно, вентиляторы никогда не отключаются, потому что довольно высокая температура в простое получается. И за счет этого он постоянно вынужден мыслать вентиляторами. Что при современном железе, особенно при Intel внутри, который довольно горячий, давайте смотреть правде в глаза, и прожорливая, даже простое. Ну, охлад просто не вывозит без фонов. Ну да, вентиляторы не останавливались и на Asus тоже, если они не изменяют память в тихом режиме. Что посоветуете? Смотри, 5700X прям нормальный вариант. 6 750 XT или 3070. Чисто технически, если энкодер не нужен для стриминга, то 6 750 XT с ее 12 гигабайтами видеопамяти будет являться более приоритетной картой в этой паре. Но чисто технически суперстранного поведения с драйверами сейчас уже нет. Брак, я надеюсь, что уже весь отбракован к текущему моменту. Да, из 7000 линейки райзенов, из младших моделей, ну, видеокарта AMD имеется в виду, Родонов, да, вышло только 7600. Это, конечно, совершенно не этот уровень. И тут как бы, ну, выбор стоит между тем. Если нужен энкодер, любыми правдами и неправдами нужно дотягивать до RTX 4070. 4060, 4060 Ti и переоцененный мусор. 4070 более-менее адекватная карта. С 12 гигабайтами, между прочим. Да, она дороже, чем любой из этих вариантов баксов на 200. Она того стоит. Если же брать вот строго в этом бюджете, то 6750 XT, наверное, если не нужен энкодер. Понятно, что для Full HD, в принципе, 8 гигабайт достаточно, кроме нескольких проектов. Но, боюсь, в ближайшем будущем, пока не выйдет там Nvidia, вот это вот NTS, да, которая должна нам экономить память за счет тензорных блоков, будет ли она поддерживаться на 3000 линейке и бла-бла-бла, все дела. То есть, 6750 XT. Мой выбор. Да, она больше жрет. Да, она, ну, как бы... Да, наибыстрее. Ну, она по-тупую быстрее. Да, у нее нет нормального энкодера для видео. То есть, ну, он на уровне карт 10 линейки. Даже, наверное, похуже немножко. В отличие от 30 серии, где стримить с одно удовольствие кодировщикам Видика. Если в кадре нету вебки, там кучи наворотов и всего остального, можете спросить у Алексея завтра на этот счет. То есть, у Алексея стриминг отнимает, это при том, что у него топовый комп, стриминг силами видеокарты, ну, жрет там процентов 40 фпс, а 30-40. Но это за счет того, что у него и убирает фон, он сам есть в кадре, и вот эти вот все вещи. То есть, при такой обработке нагрузка на кодировщик выше, и с этим уже ничего не поделось. Ну, просто потому, что его кодируют, ну, несколько раз. Хотя там кодировщиков несколько, нужно попробовать, на самом деле, как-то по-хитрому этот вопрос решить. Может быть, можно с этим что-то сделать. Или, возможно, если отключить там NVIDIA Broadcast, ну, сервис-бродкастовский, который убирает фон, и вот это вот все, там, может быть, станет полегче. Но, как бы, в целом. Если стриминг не нужен, AMD. Ну, по крайней мере, из этой пары. Но так бы я дотягивал правдами и неправдами. Ребят, у меня сейчас, ну, вот как у магазина, да, ну, мы тут компы продаем вообще-то. То есть, есть три стула. Ни один из них не является нормальным по ряду причин. Один из них серый, второй из них белый, но там ценникат, а третий стул. Из-за разряда, что еще и конфиги, у нас далеко не самое дешевое. То есть, когда мы предлагаем кому-то компуктер, да, он почему-то собран из нормальных деталей. Так получается каждый раз, что мы каждый раз, когда делаем конфигурацию, это что-то достойное. И вот 3070 вообще никак не попадает под это определение. Мы рекомендуем либо 3060, как самый дешевый вариант на текущий момент, да, либо 4070. Все, что между, это мусор, который не стоит бабок. И у них потрачено. Какие дела. Ваше мнение о Be Quiet Pure Base 500 DX в сравнении с Zalmanza 10 Duo? Очень странный вопрос. Смотри, Zalmanza 10 Duo тупо больше. Место для видеокарту в нем больше. Но как корпус, он дешевле. Ну, то есть, когда ты берешь, ну, яж, руками, вот эти вот двумя, да, эти корпуса кручу. Это правда, Лианли 200. У меня возникают, ну, свои вопросы на эту тему. То есть, я не ставлю их в один ряд. Zalman, безусловно, прекрасный корпус. Как дорогой кейс со всеми наворотами, с нормальным фильтром. Но это дешевка. Хорошее бюджетное решение. Be Quiet, это уже премиальный корпус. И когда ты берешь его в руки и начинаешь, ну, вот, с ними работать, это чувствуется в каждой детали этого корпуса. Что Zalman, это дешевый корпус, а Be Quiet, это премиальный корпус. Толщина металла, покраска, исполнение рамы, исполнение каких-то элементов у Be Quiet на другом уровне. Но есть нюанс. Be Quiet меньше. И меньше настолько, что приходится при установке радиатора спереди, подбирать видеокарту, чтобы она туда влезла. Полит влазит, а гигабайт нет. Потому что длина после установки радиатора 337 миллиметров. Не все видики туда лезут. Окей, у Be Quiet должен скоро выйти новый корпус, похожий на 500 EDX, который должен его морально заменить. На Computex его показали. Можете его подождать. Если покупка компании горит. Если покупка компании горит, ну, как бы, размер, или премиальность. Ну, и вентиляторы, конечно, Be Quiet классные. Взалмане, ну, на выброс. Поиск закру. Зачем? Не делай так. Так, 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 так. Так. Ехаем дальше, ехаем дальше. Сейчас, подождите. Я там просто скидывал одного не крайне неумному чуваку тест. Сапр. Потому что он дурак. Потому что я всегда прав. Ну, там вопрос касался. Сапр. Типа, AMD для Сапра? Нет, у меня 2700X, и с ним какие-то проблемы. Вспомнила бабушка, как девушкой была. Ну, извините. 2700X 7950X. Чего, блядь? Рот закрыл, и сидишь молча. Ну, или ставишь на свой, на свою платформу 5800, и такой, ааа, так вот, что случилось за эти годы. Ааа, за что скажет, я один из платформы. Вентиляторы в ферстплеере так себе, ну, по крайней мере, все, что я щупал до текущего момента. Мусорного класса. А так, ну, если тебе нравится, бери. Мне не нравится, но, как бы, why not? Обычный дешевый бюджетный корпус с нижним расположением блока, вылавливанными заглушками, всеми делами. Еще и места под видик мало. Ну, а так, в целом, why not? Так, возвращаясь к теме корпусов. Airface Pro еще можно посмотреть. Если обычный Airface, вы увидите у меня обзор на канале Airface обычного. Да, я там, ну, как бы, то, что люди там Airface, Airface, Рома такой корпус открывает, ну, и говнище закрывает его обратно. Ладно, не совсем так, но будет наш, в шортах появится. Может, на этот шорт, может, на следующий. Посмотрим. Airface Pro сильно более габаритный корпус, сильно более интересный корпус. он по своей конструкции похож на Лиан Лиху, которую я показывал. Я бы сказал, что Лиан Лиха мне понравилась. Airface Pro тоже когда-нибудь у нас будет на обзоре. Может быть, мне тоже понравится, но не прямо сейчас. То есть, у нас еще выйдут три корпуса перед этим в шортах, в обзорах. Но, как бы, сам факт. То есть, как вариант, можешь рассмотреть альтернативу тем двум корпусам Airface Pro. Так, теперь можно почитать следующий вопрос. Только Рома знает, где, а это к чему. Ну ладно, не суть. Корпус DeepCut CH370. Посоветуйте, пожалуйста, хорошие RGB-давилки на морду. Смотри, если ты хочешь сделать красивые, все вентиляторы у тебя должны быть одинаковые. Ну, чуть технически. Для того, чтобы сделать красивую подсветку, собрать Arlecino очень тяжело. Можно, но желательно вентиляторы одинаковые. Я тебе их сейчас подскажу. У нас из сравнительно недорогих вентиляторов это будут Deepcool FC120. Да, коробку не покажу уже. Все продали. Ничего, купим еще. Либо Арктики P12 PWM ARGB. Это самые эффективные вентиляторы с подсветкой. Просто самые. Ну, может быть, чуть эффективнее будут BeQuiet LightWinx новые, но не факт. Все-таки спрямитель потолка, ну, кольцо спрямителя потолка и как бы такое. В онлайн трейн начали продавать память 48 гигов. Я вам более того скажу. Мы тоже начали ее продавать. У нас она тоже есть. Но там прайс немножко кусается. Ну, и владелец 128 гигов RAM, мы как раз с ним этот вариант обсуждали, поставить 192. Но между нами девочками очень дорогой эксперимент купить себе память, да, и тыкать ее во все платформы. Ну, то есть на текущем этапе мы не потянем финансово просто взять из кармана достать сколько? 700 баксов, по-моему, на текущий момент, купить 192 гига RAM и проверять, как она работает на разных платформах. Но я подозреваю, что проблем не меньше, чем со 128 гигами, поскольку единственный человек, у которого можно спросить о личном опыте, о таких вещах, это я, то, ну, можете спрашивать, как говорится. Опыт мне не нравится абсолютно на МД, прям через боль, страдания, унижения, но, в принципе, для рабочих задач, понимаете, DDR5 сама по себе при равной частоте на 30% быстрее, чем DDR4 в рабочих задачах DDR5, да? Ну, чисто из-за архитектуры, чисто из-за того, что это дуалранковый режим, реализованный силами контроллера, то есть каждую планку памяти идет две линии, по 32 бита, правда, а не 64 на все, но, как бы, это работает, то есть это позволяет работать с памятью эффективнее, быстрее, бла-бла-бла, все дела, но нагрев планок, нагрев контроллеров планок, это реально серьезная проблема, я столкнулся с тем, что у меня память на 5200, да, на SOC 1.4 нестабильна была, когда память прогревалась выше там 60 с чем-то градусов, и у меня 4 модуля, продув в корпусе, мама не горюй, да, и я не могу стабилизировать память по температуре, мне нужно разбирать планки, менять радиаторы, ложить дорогие прокладки на кастомные радиаторы, еще ставить сверху охлады, только тогда я бы их смог стабилизировать, то есть родные радиаторы не самые дурные на планках не прокатили, они все равно вот две центральные планки перегревались, я специально взял одну из них для мониторинга, крайним было полегче, понимаете меня, то есть там прям есть нюансы, так что не все так просто, ну понятно, что разные планки греются по-разному на разных контроллерах, разных чипах, я взял еще не самые удачные самсунги для этих экспериментов, но в моих целях было завести хоть сколько-нибудь, то есть речь не шла о том, чтобы получить какие-то реальные цифры, потому что люди получают 3600 и все, DDR5, простите, 3600, что как бы нет, ну то есть все это дело поднимается, рубашку надо заменить, почему, а, вытертая полоса, это из-за того, что их гладят, постоянно в одну и ту самую, у меня вообще куча одинаковых рубашек, сборка чисто подыгры, ну, как бы, а, не Airface, а Duo Face, ну, Duo Face, у него просто стекло лежит в комплекте, Airface, берите, он дешевле, хороший ли баланс 12700K и 4080, если вы берете процессор новым, 12700K, ну, только если он сильно дешевле, чем 13600K, вам заходит, если у вас этот процессор уже есть, то баланс нормальный, просто почему для игр 13600K, а не 12700, вроде бы на бумаге, процессор обладает одинаковой многопоточной производительностью, но в однопотоке новый процессор быстрее из-за оптимизации архитектуры и из-за того, что у него банально выше тактовая частота, если 12700K не разгонять, то он медленнее в играх, медленнее там до 15%, что он на 4080 может уже ощущаться, ну, по крайней мере в низких разрешениях, и понятно, что если вы играете в 2K или 4K, разница будет не так велика, там в районе 3-5%, ну, вот и все. Но в целом разница есть. То есть, если брать проц именно новым, опять же, пока 12700K не заходит сильно дешевле. На ваш взгляд, 2080Ti под 4K и 3070 под 4K. Не, смотря куда, ну, то есть, опять же, смотря какие игры. Ребят, если вы играете так как я, простите, вы ждете второй Frostpunk и 4 Homeworld, и все ваши требования сводятся ну, к подобного типа играм, которые, ну, не настолько требовательны к графике, да? То есть, вы спокойно поигрываете в андюшатину себе в 4K, которая, ну, в целом работает на виде как и послабее, как бы. Ладно. но, если ААА проекты там где-то в проекте есть, а иногда бы очень хотелось на самом деле, то, ну, как бы, это видики, которых недостаточно даже для 2K на сегодняшний день, ну, по-хорошему. Для, вот, ультры, либо близко к тому, даже без рейтрейсинга. То есть, даже без этого уже мало. А вы говорите про это. А так, 28Ti, 3070, одно пальто. Ну, 3070, понятно, лучше из-за DLSS, но, как бы, и вот это вот все. У большинства вендоров охлаждения VRM выполнено в виде тонкой пластины. Насколько это проблемное место? Это не проблемное место, если VRM посчитан корректно, если VRM посчитан некорректно, это пиздец. Но, в целом, такие видики работают, насколько я знаю. Ну, то есть, как бы. Поэтому, зависит от модели. Политые, крайне ублюдские видики в формате 37-37 Ti не рекомендую, вообще ни в каком виде, а так, как бы, вопросов нет. И�ạc, что я знаю. Идем, что я знаю. так корсар корсар 7000 д правильно сейчас подожди картинки сихачки нибудь открыть под аверфлоу этот корпус в целом неплохо знаю но хочется шед обычный корпус корсар правда в своем репертуаре на самом-то деле ну могу сказать так д но в целом все с ним нормально с корсаром большой корпус есть место под радиатор сверху есть место под радиатор спереди если радиатор сверху будешь ставить спереди понятно большой радик не влезет можно что-то изобразить на боковой стенке но нужно четко и точно вымерять потому что в корсарах любят сделать боковое крепление так что туда и радиаторы вентиляторы лезут как-то очень по странному там где-нибудь выводы могут быть с передней панели мешать или что-то еще то есть это уже нужно все четко проверять в 700 7000 а так большая гаргарина в стиле корсара лезет если не все то очень многое потому что корпус реально монструозный но то есть подъед и x при желании все дела ну то есть он реально огромный не вижу никаких проблем в нем собирать но и дорогой то необоснованно дорогой для своей конструкции потому что по сути это и тху два провода только но от корсара то по дизайну он симпатичнее чем откуда вопрос но не более того чат опять свернул и не вижу куда такое такие дела пожалуйста роман подскажи пожалуйста легион 5 про райзен 777 45 hx это у нас процессор по моему предыдущего поколения если мне память не изменяет через 2 секунды посмотрю это у нас 8 ядерник архитектура пожалуйста ну допустим да это новый 45 точно не помни по второй цифре по 3 короче 101 градус для восьмиядерника это как-то многовато на смотри если у тебя новый ноутом со скорее всего новый ноут да принципе принципе при 92 ваттах и 5 1 гигагерца ну температура 101 градус это не так уж удивительно 92 ватта 5 1 что в целом похоже на правду посмотри следующий параметр дельта между ядрами если она укладывается 15 градусов лад прилегает нормально пожарь ноут чтобы растаял писем который там используется дай ему остыть то есть полчаса нагрузки полчаса остывания нагрузи еще раз температура может чуть под упасть но если ты уже успел его прожарить и температура установилась на отметке в 101 градус ну как бы так настроен ноутбук потому что ну 5 1 и 92 ватта это в целом похоже на правду при сотке печально конечно очень поделаешь я понял все сопли текут прям в уру ясно будем запивать мой корпус не позволяет поставить трехсекционную водянку только две секции какую двухсекционную водянку для 13 700к и порекомендуйте есть одна вода которая как-то может работать с 13 700к это 280 фризер но у него радиатор толщиной в 40 миллиметров учти это когда будешь ее устанавливать что она не везде лезет там где лезет обычная вода на 280 миллиметров вот и все а так опять же всегда можно зажать лимит и всегда можно сделать undervolt но есть ты корпус не хочешь поменять конечно то есть учитывая эти моменты что те возможно придется делаться то и другое вообще undervolt спасет но 13 700к не самые удачные с этой точки зрения конечно процессоры с ними тяжеловато и с undervolt мы со всем остальным просто этот браковка 13 900к она бывает очень разное по качеству так что можете сказать про самый топовый bp от msi работать будет 13 900к 4090 блок питания на киловатт 300 с пся экспресс 5 ну он нормальный я не могу тебе сказать про него много потому что я если честно не считал на него обзоры но и в целом на блоке питания на старшие блоки питания масса и кулер мастера и вот эти вот все штуки можно в целом особо не искать то есть если про них есть какие-то прям особые проблемы ты найдешь их в отзывах прописки свист и все остальное а так платформу ну премиальную платформу платиновая особенно заказывают у себя соника cvt или сертек но сертек вряд ли еще у кого-то заказывают то есть новым блин я в теории могу найти кто это но эти ничего не даст банально но он нормальный скорее всего каких-то прям особенных проблем нет то есть он сюда добавлен конечно так кто это а м сайдом м м м м 1 control ф сайт я понял на уема масса и него кстати ананте чтей стал так что можешь в тест посмотреть по нему они написали давай посмотрим что кабель не расплавился до естественно качественно блок питания с качествах качественно сделаны с хорошей производительностью основным преимуществом которого является совместимость с от x30 то есть наличие кабеля 12 вещь пола все а так ну блин просто качественная платина ну понятно когда вокруг жарко блоку питания жарко вентилятор начинает маслать становится шумновато но в твоем режиме с одной видеокартой у тебя не такие как говорится не такие серьезные мне такая серьезная для него нагрузка то есть ты будешь из него потреблять ики ватт 900 то есть но более-менее будет шумненький но не очень если он нагрузить на касаемо на киловатт 300 то 48 децибел что тоже кстати много но не очень то скорее всего весь остальной системник при таком потреблении будет шуметь сильнее камон опять же вы просто вбиваете модель блока слова тест читаете вывода ну на крайний случай там обычно все пишет потому что конкретно такое масса я не ставил мы из из блоков питания 12 вещь power be quiet system power 12 м ставили ставили дипкулы и кого-то еще а ну там кабеля эти 12 вещь power идут отдельно в супер флау и лучшим из них оказался дипкул как ни странно то есть супер флау хороший блок на его подводит вентилятор вот он прям да мог быть получше хватит ли айди кулинг с е224 xts для 5600 xpb д чем отличается xd от xts дизайном это один и тот же кулек у них разница в краски вентиляторе и так далее у меня на 670 гигабайте extreme 2 комплекта памяти на последнем биосе сгорели а это как у тебя так получилось советуйте другую материнскую плату про 7 950 x 3d я хотел asus hero память xmp team group 6000 подай что случилось с банками памяти ну что случилось с памятью слишком высокое напряжение или она просто но нестабильной или она перестала быть стабильной стоит понимать что почему мы ставим в основном gskill как хотя он далеко не является лучшей памятью почему в свое время стали kingston до определенного момента хотя он точно не является лучшей памятью как и gskill потому что это крупная производительность с двумя циклами тестирования у всех остальных он один и процент отказов на тимгруппе на всем остальным это хороший бренд поймите правильно тимгрупп один из топовых брендов по памяти но отказов больше мы тут гарантию не любим не так что как бы войнод не знаю есть у тебя постоянно горит память нуждай по гарантии материнку попробуй просто я не представляю как у тебя на последнем биосе сгорела два раза сгорел два комплекта памяти комплект аж памяти и но как бы блин последний bios отличается от более ранних тем что там ограничение по соку стоит на 13 то есть на память подается совершенно другое напряжение сок это это напряжение контроллера памяти как и системный агент на интеле то есть они подаются в процессе в процессе может сгореть контроллер памяти не сама память может у тебя эта проблема можете проблема с процессом но на память у нас идет input input output и напряжение самой памяти может быть ты там где-то что-то перекрутил я прям хз чтоб на экстриме счет там сильно отгорело пиши в гигабайт пусть разбираются касательно плат которые мы ставим с которыми мы работаем мы для x670 е чипсета выбрали asus да это один из самых проблемных брендов с точки зрения отказов именно процесс ну до последних версий bios но почему выбрали asus это оснащение конечно экстрим это экстрим и герой с экстримом не рядом но то есть героя другой как бы конкурент точно не экстрим экстрим самая дорогая плата от гигабайта и навернута она дай боже у нас получается кто экстриму аналог crosshair экстрим герой так-то попроще будет по оснащению чем crosshair экстрим но они эти это и так русская ну не знаю год лайк возьми возьми у тебя по сути но этих плат 3 это crosshair hero аурус экстрим и миг год лайк все но вот тебе три платы 1 уровня самые дорогие платы 670 е самая топовая а так мы ставили ешку ставили героев 670 ну разница между ешкой и героем очень немного в плане работы плане оснащения и всего остального герой чуть чуть лучше оснащен чуть дороже там тракт встроенной аудиокарты но короче мелочь можешь брать мы ставили он работает просто проблема ли у тебя именно в плате ну так хз нет так корсара рам 1200 x дороже чем рам 1000 x на полторы тысячи переплатили бы или нет 20 баксов ну 200 ватт за 20 за 20 баксов план отличный добрый день какие у каковы ваши предпочтения в термопастах для цепи сейчас мы активно используем термопасту за мурой т всеми а мне она принципе очень нравится лучше чем x25 это я могу гарантировать мы будем еще тестировать пасты я вам еще скажу подробнее в этом плане но так мой топ пока наверное гринафт экстрим ну гризлик естественно и тф-9 но и самых эффективных паст но паста имеют свои минусы то есть это для нанесения на крышку порца для нанесения на голые кристаллы у меня огромнейшие листы honeywell питьем 7950 за много денег да не так эффективно с точки зрения эффективности теплопередачи honeywell питьем 7950 значительно уступает топовым пастам то есть там прям разницу можно намерить в три четыре пять градусов этот для пасты это просто какие-то космические значения но я знаю что там где лежит honeywell про него меня уже никогда не будет с нанесением а там где лежит пастой не дай бог я что-то вертикально поставил или это ноут стечет ям за полгода максим что как бы ну делает мою работу бессмысленной особенно по кастомом только ханнивелл но так паста имеет смысл там где до нее легко добраться ну или для низкотемпературных участков такие как крышки порца теплораспределительные ну ни для кого же не секрет что они так не греются как греются голые кристаллы подскажите пожалуйста 5600 x 12400 f 5700 x видеокартой 3075 700 x самый быстрый вариант из этой тройки вот и все для рендера для рендера если это не рендер видео тоже 5700 x если это рендер видео может быть 12400 с интегрированной графикой за счет quicksync будет хорошим вариантом какой процессор добавит сборку при бюджете четыре с половиной тысячи бунов четыре с половиной тысячи бунов это в каком виде в рассрочку по безналу занал нашли очень разные цены безнал штука дорогая канал это у нас фальшивка из польши и и в четыре с половиной тысячи можно попробовать собрать что-нибудь на 4070 ну честь технически где-то 1000 час чаще чаще челюст подожди 4 500 дам я просто считал дайте скажу не лезет 13600 к не лезет а значит 5700 x паре 4070 ну то есть идеальная пара в такой бюджет это скорее всего 5700 x 32 рамы терабайтный ssd или 2 терабайтный ssd если залезет и арт x 4070 вот это будет прям пушка-пулемет в 4 500 должно влазить но без учета кредитов рассрочка всего остального но то есть говорится сами все понимаете беларусь живем что вам понравилось на компетекс 2023 я могу сказать что мне не понравилось на копе текст 2023 году то что я физически не имею ни финансовой не физической возможности его посетить вот это мне очень не понравилось на компетексе 2023 года так много интересных вещей знаете про все так целом и не скажешь ну то есть чтобы мне там прям что-то сильно понравилось я такой ну каким-то вещам присмотрелся какие-то вещи я видел до компетекса просто такой ну да интересно да почему вот этого нет в продаже до сих пор дайте пожалуйста 2 но прям вау нет опять же я наверное в паза прошлом году делал ну такое заявление что я знаю каким будет дизайн дизайн компьютерных корпусов 2022 году на тот момент 21 у нас шоу и я такой следите за автомобильными трендами в автомобилях пошел тренд на светящиеся полосы и то есть современные компьютеры будут здание корпусов уходить от светящихся больших площадей сторону такой вот кучи светящихся полос такой но либо двух полос сверху и снизу либо как-то еще вот в двадцать второй год я промахнулся в двадцать третье попал из разряда в двадцать втором году кого-то такие модели были с такой подсветкой но не так это было широко распространено среди дизайнеров хотя чисто технический автомобильный дизайн идет чуть на шаг впереди компьютерного как локомотив промышленного дизайна и соответственно компы целом повторяют этот путь но со своими отличиями естественно из-за форм-факторов и всех остальных вещей какие вентиляторы взять которые хорошо впишутся с корпусными дуафейс про никакие ты не купишь такие же вентиляторы которые будут выглядеть тупо или светится тупо также они будут делать это чуть иначе в любом случае просто в любом и ты можешь подобрать максимально похожие по крыльчатке вентиляторы но не более того если бы раку продавала такие же вентиляторы отдельно вопросов бы было меньше так делает дипку но по крайней мере в cfk 120 купить без проблем можно берешь воду лс 720 в ней лежат fc 120 фон и берешь отдельно комплект of c 120 фонов соединяешь их воду в одну цепь вуаля они все светятся одинаково крутятся чуть по-разному у них разная скорость и у этих фонов все-таки что как бы геморрой но в целом у арктика такого не ну то есть это прям ошибка ой угара эти вентиляторы отдельно насколько я знаю не продаются поэтому подбираешь чисто визуально и все равно по цвету посветимости их лучше настраивать разными линиями могут светиться по-разному но то есть на две независимые линии их вешать это не на всех платах линии настраиваются независимо друг от друга на гигабайте данная масса и не факт стоит ли ставить 2 rtx 3090 в связке с ли или купить rtx 4090 для 3driper 39 90x валерий что вы собираетесь с ними делать если солить то ну не знаю знаешь ли ты что для связки слай нужен специальный ну как бы адаптер это первое второе знаешь ли ты как ты будешь охлаждать память у твоих 2 3090 у которых 12 гигабайт памяти расположена за задней крышкой ты собираешься поставить таких 2 ты проект на кастомную воду уже согласовал с двухсторонним водоблоком на виде для этих целей нет муха за поэтому в этом плане 4090 конечно гораздо удобнее но все зависит от того что делать но и в целом 4090 почти в два раза быстрее в любых задачах которые касаются вычислений чем 3090 поэтому имеет смысл ставить одну более новую карту нет необходимости геморроид со с кастомной водой для того чтобы это охладить ну честь технически я такие вопросы решал я знаю про что говорю требуется меньше менее мощный блок питания все равно киловатт придется пихнуть 39 90 x но в целом и как бы третье ну собственно поставила пользуешься вообще из корпус уменьш требований такие штуки хочу новый lenovo legion 5 pro я тоже хочу ладно на в какой комплектации ты же понимаешь что по 16 rx 8 комплектация не видно нового они могут быть разные ну то есть буквально разные то есть нужно комплектации так в целом lenovo legion 5 pro можно брать что смело брать ставят они редко бывают плохими в принципе если судить судить по про 7 дата но бери не думая про 5 но про 5 лично я еще в руках не держал но у меня есть мнение что скорее всего там тоже все хорошо точно так же как было в про 5 предыдущего года единственное на что стоит сделать ремарку что это что он все-таки ближе к пятерке чем к прошке в прошлом году пока жить буду но ребят без комплектации из понять как сам ноут легион и топ вопрос цены есть ли вентиляторы на низу лопуха нанизал вот так стоят это ты имел ввиду а кода на самом деле все зависит от того как у корпуса организован нижний поддук это 216 ленли здесь вот это вот панель нижняя не очень сейчас хорошо было наверное видно она перфорированная и соответственно вентиляторы имеют место для забора воздуха на самом деле довольно грамотное решение ибо перфорацию правда может быть на ту сторону перекинул ну а здесь стекло бы всю стенку сделал они с той стороны всю стенку глухую но в целом но чтобы просто через перфорацию тут не провода не все остальное не было видно если вентилятор с подсветкой стоят ну то есть я бы по-другому чуть-то раздизайнил но это я я самосовершенство куда там дизайнером ли они до меня но по крайней мере с такими глупыми ошибками что вот эту перфопанель на ту сторону перекинуть здесь все сделать по стандарту если бахаешь вентиляторы с подсветкой все красиво они вентиляторы с подсветкой подсвечивают тебе спрятанный от глаз провода в области рядом с блоком питания и корзиной да здесь все черный но сам факт окей если у тебя примерно такая конструкция там есть откуда брать воздух сильно ситуацию эти вентиляторы все равно не меняют это я тебе скажу сразу то есть даже не думай об этом пока у тебя достаточно вдоха спереди ну то есть он выполнен корректно эти вентиляторы мало на что влияют да они могут повысить эффективность перемешивания воздуха в корпусе но прям реальная разница в температуре практически неизмеримо 1 градус полтора градуса при водянке установленной спереди максимум на что они способны но это работает то есть действительно это работает их эффект лучше проявляется когда видеокарта находится в полу пассивном режиме вентиляторы потихонечку дует организуют лучше воздухообмен в этой зоне чем он есть штатно состоящими вентиляторами видеокарты ну то есть на малых оборотах вентиляторов системы и холодный тихий режим работает более эффективно то есть виде видеокарта прям холоднее легче и так далее но это ну как бы вот так но на вау-эффект на 10 градусов не рассчитываете их там нет а и 512 400 с бустом 49 чего у тебя и масса и про б 660 ма у тебя 12 400 у тебя водянка да неважно какое охлаждение у тебя просто будет 40 при полной нагрузке ну 42 в играх лучшем случае при нагрузке на одно два ядра м сайт про бм 700 б 660 ма тебе не позволяет управляется чистотой шины это не мортор макс это не про про как он назывался срок тут дай бог памяти не рептает твоя плата не умеет разгонять этот процессор так что 49 можешь забыть из него как страшный сон если хочешь 49 то покупаешь 13 600 к причем к и тогда у тебя будет 5 и 1 на этой плате точно так же с точно такой же водой но boost 49 ты не получишь в играх на б-6 б-660 ма на ней нет внешнего тактового генератора он есть на мортор макси и на рептайде из б-660 и б-760 плату . обзор на новый лт-820 можно ждать от вас ждать можно когда он будет хз ну поймите правильно лт-820 у нас на текущий момент не продается как я вам его сделаю вообще что такое дико лт-820 а это же компетекс овская вода ну блин ребят нет у нас у и до минут ты меня на его обманываешь 720 есть продажа вот что такое диппул 820 у них есть не 820 у них есть 720 есть диппул лт-720 с е если мне не изменяет память но не да и съеха есть чё ну я поверю что ты еще про и съеху хотел бы что-то узнать ну а так но блин дружище видишь лт-720 на полке она есть то же самое болт болт что лс 720 только другая нашлепка на помпу помпа обороты помпа радиатор абсолютно одинаковая вентиляторы fk 120 на борту это один в один fc 720 просто ну другие фаны без подсветки в комплекте другой блок помпы он точнее другой дизайн блока помпы давай так он по-другому оформлен это абсолютно та же технически вода она по эффективности не отличается что такое 820 вода я не знаю на компе тексе я такой не видел там диппул что-то показывал но я сейчас на полглаза смотрел как вы относитесь к 3092 был уже этот вопрос как я и говорил во первых все 3090 которые ты купишь на 99 ветераны майнинг войны понимаешь мне дай давайте сделаем знаете как я щас шурнусь заказываю сосуду сужающим хорошо пошла щекучки я делаю ваш слезы из глаз я как хорошо то да не то слово ладно смотри видик скорее всего будет ветераном майнинг войны да расходников с работой ну если кому-то принесешь видик нам например баксов на 120 3090 но просто потому что их там с двух сторон разных толщины если уложить качественные дорогие расходники дорого стоит первое второе какие расходники туда не ложись со второй стороны видика но с бэкплейта да там лежат 12 чипов память банок которые выделяют довольно много тепла которое хрен оттуда рассеешь то есть там либо колхозить радиатор поверх и конкретно на 3090 такие радиаторы работают да на алике они продаются специально для этих случаев и дербауэр даже такие тестил и такой ну типа какая-то фигня не не чувак ты не на тех видиках я тестил надо знать для чего это было сделано я-то знаю не дербауру по-моему написал об этом что ну дружище это для 3090 только там ты мог увидеть прям ну реально что они работают окей дальше вода двухстороннее решение этого вопроса навсегда но это как бы очень странно сейчас дело для 3090 ну и по итогу мы имеем вот майнинг очень вероятно что карта прям упилок мертвые расходники это довольно дорогая их замена даже после этого останется проблема с температурой второго набора панок памяти с половиной ее объема и этот приходишь к тому что она еще и жрет до хрена греется и шумит ну то есть это прям горящая карта изначально со всем этим тебе нужно будет бороться в остальном 3090 неплохой вариант когда он стоит по цене 4070 когда он стоит по цене 4080 лучше купить 4080 но часть технический тише так же эффективно и как бы вот это вот все 3090 очень странная карта то есть ее можно взять за дешево если ее тебе за дешево реально отдают можно заморочиться за 100 баксов там 150 баксов все все ее проблема попробовать пофиксить и мириться с остатком с тем что это прожорливая горячая карта если нет нахрена чтобы что все-таки сделал профилактику пятого легиона слэрдом и ханнивеллу сейчас погрею болчайска буду тестить зачем нужна крышка на оперативе это не крышка это клетка фарадея есть ты знаешь что это такое это экран от наводок электромагнитных которые могут негативно сказаться на работе ддр пятой памяти то есть он там этот экран не просто так убирать его не надо если ты хочешь повысить скажем так эффективность работы памяти ли и теплоотвода вот ты наснимал термопрокладок из ноута нарежь из них термопрокладки для этой зоны банки ну нижний модуль к плате модули между собой и крышки вот три термопрокладки бутербродик чтобы она отводила тепло на этот экран но саму клетку фарадея удалять оттуда не надо я знаю что такое знаю зачем это нужно правда ли что для разных блоков питания нужны разные кабели кода касательно 12 вич power если у тебя родной разъем на блоке питания 12 вич power до отдельный кабель тебе не нужен там все кабеля унифицированы этот разъем он симметрична с обеих сторон а то есть кабель классический он один на всех пока по крайней мере если ты хочешь купить кабель переходник с 8 пин на 12 вич power и 8 пин которые будут втыкаться конкретно в блок питания там распиновка у блоков питания часто своя несовместимая с другими блоками питания хочешь проверить расплатишься видеокартой за этот эксперимент с горит видик рекомендую брать кабеля только под свой блок питания либо пользоваться штатным переходником со штатных кабелей скиньте пожалуйста кривой вентиляторов на корпусе ли он ли 216 у меня такой же корпус стоит ли сверху на воду вставить ли вентиляторы допом смотри внимательно давай еще раз понятно я оставил штатные вентиляторы я планировал их заменить но я это решил по итогу оставить я их покрутил я их потестил принципе ли он лишний фону которые здесь стоят меня внезапно более-менее удовлетворили по качеству так-то в планах было заменить все вентиляторы в корпусе поэтому здесь такая конструкция но в целом вентиляторы на выдув наверх до на выдув назад до поскольку у меня нету водянки в системе вы можете обратить внимание на то что у меня нет третьего вентилятора сверху именно по той причине что у меня нет водянки на морде была бы водянка на морде там бы было три вентилятора поскольку водянки на морде нет их там два это для того чтобы входной воздушный поток от передних двух 180-ок потому что 80 по-моему они маркируются до 8 же 160-ки извините чтобы у этих 160-ок верхний вентилятор не не крал воздушный поток и не выкидывал его за пределы корпуса раньше чем он успеет познакомиться с деталями внутри то есть снять с них тепло и выбросить его за пределы корпуса уже нагретым вот и все поэтому такая схема расположения вентиляторов а так сверху бы было три вентилятора но и спереди бы стояла водянка но здесь другой конфликт просто это вообще не круха но кто обратил внимание это не круха это 11 900 к 3070 ти которую мы еще будем перебирать и вот эти вот все вещи короче как-то вот так ну ладно ехаем дальше кривую не скину вот так вот вообще в принципе настраиваешь управление от процессора до 60 градусов по процессу 600 рпм там 650 что такое потом плавное нарастание вверх до 90 95 градусов ну понятно логика ясна нагружен проц значит нагружено все остальное значит нужно эффективно отводить тепло и из проца и системного блока а для ситуации кто пользуется компами для рендера видик все равно подогреет проц он все равно подготавливает данные для рендера видиком и все равно чуть-чуть до подогревается с для современных процентов 60 это чуть ли не температура простое поэтому плавно он все равно увеличит обороты до 800 850 оборотов все тебя будет плавная кривая к 90 к 95 и виде корректно выдует из системы но можешь поставить кривую и агрессивнее если у тебя именно такой сценарий использования то есть вентилятора настраивается от сценария использования но опять же кривая оборотов никто в гугле не забанен взяли настроили блин не знаю может про это шорт как-нибудь сделаем легион 5 pro 16 дюймов 13 700 hx 4070 для игр видеомонтажа только что в ноуте 4070 очень сомнительная видеокарта потому что это по сути 3070 3070 но в целом да можешь смело брать тебе будет скорее всего мало хотя 32 со старта нормально сойдет в самый раз польский ноутбук всякий 4 планки kingston fury silver по 16 гигов встанут назад 790 масса картон без разгона это имеешь ввиду чисто сексом пиксом пи тоже разгон если что для четырех планок может потребоваться покрутить напряжение системного агента примерно до уровня 1 и 2 125 вольта то есть абсолютно безопасное напряжение и все и просто загрузите к супе разгон 4 планки тяжело пойдут но 6000 без вопросов 6 200 наверное да дальше как пойдет если ты хочешь разгона две планки лучше чем 4 но контроллеру гораздо тяжелее с четырьмя модулями вот прям очень тяжелее и тридцать двойки какими бы деревянными они не были разгонятся лучше чем четыре шестнашки просто потому что сами планки разогнать проще чем контроллер который четыре планки такую за что вопрос по вентилятором в корпусе заман за 10 плюс штатные оставлять или или покупать арктики покупать арктики на материнке за 790 мы сайтом агавк можно сделать адресную подсветку естественно дурацкий вопрос на плату смотришь там есть ну коннекторы для адресной подсветки такой можно ли сделать такой ну ну вот что это это же подожди 5 вольт сколько это 33 дырки я не знаю там по-моему три разъема для адресной подсветки три же да на томагавке 3 для адресной один для стандартных для 12 и 3 земли rgb конечно и до штатные вентиляторы надо менять депуте 820 это новая вода аналог 420 фрезера суши я про нее нигде не вижу данных знаешь то есть не на фотографиях не на чем-то еще ну чисто технически я знаю только что она ну как бы может быть аналог фрезера ну блин имеешь ввиду 40 миллиметровый рад я даже в новостях не вижу но вот не вижу я вижу lte 520 lte 720 но это ноябрь прошлого года новые релизы дико может быть на компе тексе было что как-то про это про и но никаких новостей причем но вот я не вижу понимаешь я не вижу новостей в принципе я в гугле ищу депуте 820 0 чувак пишет дипкул дал чанал бла-бла-бла что-то то там но у него обычная лс 720 скорее всего стоит в системе только если там рад толще чем штатный но блок такой же как лт 720 у него висит на видео радик вентиляторы fk 120 не отличаются радиатор он не показывает коробки он не показывает ну то есть чего я делаю вывод что чувак ну как бы она это стойка дипкула на компе тексе да да это может быть и новая вода согласен но там стоят эти рамки сейчас отдай лт 820 вижу смотрите я нашел давайте покажу действительно вот лт 820 я вот одного не могу понять что у тебя вот эти стойки дипкуловский да вот вот это стоечка дипкуловская которая на компе тексовская делает у тебя дома дружище или это стойка такая то полу машина не так выглядел на радиаторе вообще ничего не видно вот не снимайте так обзоры радиатор выглядит как стандартная тридцатка может быть сороковка но сбоку он не выглядит как сороковка то есть афаны там абсолютно стандартный но у меня такие фаны есть прямо сейчас здесь мы с ними кстати обзоры снимаем на корпуса кто не заметил там фигурируют вот эти фаны это и есть fk 120 дипкул fk 120 считается короче я понял не видел ну то есть счет я как-то про это про втыкал аналог 420 фризер она блин это на 140 это тоже не похоже по размеру будет может быть bigger better cooler только если это 240 но так по картинке ни хрена не понятно но очень интересно короче появится на сайте дипкула будем смотреть опять же какой это может быть ответ 420 фризера если там радиатор все-таки тридцатка судя по видео размер 420 ну окей размер 420 есть не только у фризера фризер просто у нас продается и самая популярная так альфа кул be quiet и ну почему нет хотя be quiet именно 420 не делает по-моему 280 есть ну ладно ну и фиг с ним как говорится ну и пожалуйста просто одна съемка непонятно как ох камон появится в продаже будет обзор в корпусе nzxd h1 v2 но хоть не в 1 уже хорошо 13700k 4070 ti b760i gskill при загрузке проц прогревается до 60 плюс и водянка шумит что можно сделать можно ли как-то сделать даунвольтинг процессора во первых у тебя проверь сразу доступно ли управление температурой ядра на к процессоре на b760 плате на asus у тебя должно работать то есть андервольт у тебя должен быть возможен первый пункт второй пункт отстрой кривую оборотов 60 градусов для этих процессов это фактически температура простоя все нормально тебе просто нужно отстроить кривую чтобы он на этой температуре не шумел потому что это горячий камень ну и третье проверяй как у тебя работает вся система работает люди корректно водянка нормально ли у тебя отводится тепло в ту ли сторону дают вентиляторы потому что организовать охлаждение в таком форм-факторе довольно трудно тем более что у тебя энзотексте h1 v2 по моему там не трехсекционная вода а двухсекционная вода если я правильно помню там вода на две секции в него лезет у меня энзотекста как обычно не открывается и он довольно странно продувается этот корпус кому две секции там или вообще одна секция а одна секция вот она чё но михалыч андервольт зажимание лимитов и все сразу донат сейчас сколько стоит в среднем сборка пока хороший вопрос так есть три цены три стула первая цена это цена сборки имеется ввиду как пвм средний компьютер который мы собираем блин мне будет тяжело тебе сказать цену но давай так от 3 до 12 тысяч рублей в среднем дешевле мы почти ничего не делаем как и почти ничего не делаем дороже то есть это уже разовые какие-то компы наш прайс в среднем это две три тысячи долларов ну то есть шесть десять тысяч рублей примерно но вот среднестатистические компы которые мы делаем чаще чем все остальные сколько стоит сама сборка у нас есть два прайса и микрофон работает на есть два прайса первое вознаграждение сборщику это цифра у нас постоянно мелькает но вы никогда ее не узнаете не увидите для наших внутренних расчетов для чего она нужна предполагается что но сейчас это организация три года liquid lab до при увеличении нагрузки мы будем привлекать обученных мною ранее ну или привлекать просто человека и обучается для сборки компьютеров с ну скажем так с нашим уровнем качества для этих целей у нас есть графа вознаграждение сборщику это стоимость работы этого человека она исчисляется из слу не цены сложности компа то есть комп с подсветкой увеличивают сложность мини и tx комп и увеличивают сложность комп с какими-то там еще из воротами увеличивают сложность то есть базовые сборки подешевле сборки на которые уходит больше времени подороже ну то есть не почасовая тарификация но что-то в эту сторону ориентированная то есть более сложные штуки на которые он потратит больше времени оплачивается большей суммой 2 3 это то за сколько мы берем собирать не наше железо мы долго думали над тем сколько это может стоить да то есть у нас эти цены были разные в разное время ну кто у нас собирал свое железо не наше как бы но об этом в курсе что это каждый раз стоило каких-то разных денег сейчас мы нашли для себя хороший пример на happy pc которые делают хуже чем мы которые в этом хуже разбираются но как бы с ренга ребят но честно и у них есть прайс 10 процентов от стоимости железа мы такие идеально десять процентов от стоимости железа все хочет из из клиентского железа как угодно с любыми извращениями но в рамках того железа которым принесет здесь процент целом я так посчитал что нас это устраивает даже в случае с кастомами ну то есть просто подбиваешь чек подбиваешь чек кастомной воды по стоимости здесь и но в целом да это вот как раз то же самое что купить у нас то есть мы те же тот же процент типа заработаем но то есть норма прибыли такая же то есть и соответственно мы можем на этот компьютер потратить столько же времени сколько мы тратим на свои компы надо потратить на него два дня будет потрачено два дня надо потратить неделю значит специалист будет со скампом неделю на это будет оплачено потому что иногда было очень тяжело назвать какую-то цену ну что ребят если я начну говорить что ну смотрите зарплата в час должна быть на 25 бакс примерно должна быть для того чтобы собрать кастом средней сложности нужно потратить два рабочие дня для того чтобы собрать проект нужно 40 часов 80 часов 160 часов ну то есть две три четыре недели работы там девочка собирала диораму для киберпанка на line stitch tips ну и кастом потом в ней собирали ну всего 600 часов занял проект и ей вряд ли платят 25 долларов в час скорее всего у него зарплата под 40 от 40 на 600 понимаете меня да а потом вы еще делаете следующие 600 разделить на 8 давайте вместе со мной колк 600 разделить на 8 сказал разделить колось 6000 разделил на 8 ладно просто чтобы вы понимали 75 рабочих дней делим на 22 в среднем количество рабочих дней в месяц а три с половиной месяца да понятно почему ну это стоит каких-то запредельных бабок до работа такая что и прям можно выставить но потом спрашивает а чего не делается вот это проект на 100 часов действительно почему мы его не делаем реально потому что 100 часов человеку нужно оплатить который будет этим заниматься для себя это другое но то есть вы не понимаете это другое но то есть давайте так можно делать проект для себя выходными там субботу это не каждую в гараже полгода год на это потратить это один путь второй путь человек занимается этим профессиональным нужно кормить семью покупать одежду заправлять машину жрать в конце концов платить за квартиру и хит ну как бы он не может себе позволить потратить сто часов пустую поэтому это стоит столько и я понимаю почему но те же happy pc оценили свою работу в 10 процентов от компа потому что ну простите на хрена заниматься этим на коммерческой основе если но ты за эти деньги по итогам месяца не сможешь одновременно именно одновременно заплатить за квартиру купить еду и отложить что-то на шмотки нет возможно ты сможешь сделать только что-то одно из трех если ну как бы на добровольных началах этим займешься они это прекрасно посчитали за что она большое спасибо ребят поэтому столько поэтому так потому что все мы хотим кушать ты виноват лишь тем что хочется мне кушать да как говорил классик так ладно поехали дальше вопрос интересный но обо всем и ни о чем потому что сколько стоит сборка ну из чужих деталей 10 процентов сколько она стоит у нас внутри компании для сборщика этот вопрос касается только его его и нас как говорится эти цифры я вам просто не назову и но и не зависит от сложности всегда 4070 или 7900 x-t 4070 или 7900 x-t не могу определиться радон подкупает гигабайтами часто пользуюсь видео и фотомонтажом rx-7740 70 ти вопрос закрыт ехаем дальше так пишут что в этих легионах максимальная поддержка за у 32 гигабайта пиздёж просто если ты захочешь купить 64 гигабайта готовься к тому что это будет 4 800 память то есть 5 600 5 200 она там не заведется 5 200 может быть но бери 4 800 она работает причем не фьюрик а самую базовую и говорят у кого-то еще с кружеками вопросы были проблемы с 64 гигами памяти могут быть только если производитель на программном уровне ограничит работу насколько я знаю в легионах такой проблемы сейчас нет но покупая 32 гиговые модули покупаете самые базовые желательно с возможностью их вернуть какие наборы стоит смотреть стоит смотреть наборы стоит актовой частотой и таймингами как такие же как стоят в ноуте например 5 200 для легиона для 5 про до про 5 извини такие же тридцать двойки посмотрите посмотреть 4 800 попробовать один второй вариант все оставить тот который будет работать стабильно потому что может 4 800 не завестись как 5 200 и выяснится что он работает с планками только 5 200 я этот вопрос еще лично не тестировал поэтому но вот такие варианты а так работает большой объем в чем может быть причина 34 к 3 4 часа комп работает идеально после начинает терять 10-15 процентов производительности вроде процекарты не греется больше 50 градусов или они нет а мать до ssd до память до в рам видеокарты до видео память до то есть ты столкнулся с типичным случаем перегрева чего-то в системе перегрева зона в рам и троттлинга зоны в рам видеокарты процессора неважно перегрева видеопамяти на виде ки но то есть вот эти вопросы проверяя в первую очередь три температуры 4 гпу когда вы оцениваете температуру вы же простые смертная да вы смотрите на температуру гпу у нас во всех тестах которые вы видите по ноутам последние тесты которые увидели эта температура гпу ходспот и я когда тестировал последний asus да сказал такую интересную фразу что ну здесь сотка в тесте оста и это бесец но в целом с ним все нормально наверное не все поняли эту фразу но дело в том что мы специально в играх ставим со счетчиком эту штуку и там видно что температура 85 эта температура ход спота 85 если в играх ход спот 85 то вот эта сотка в осте не значит ни хрена ну то есть да она есть да это проблема системы охлаждения при комбинированной нагрузки и просто недостаточно про что мы и сказали но в комбинированные нагрузки более приближенные к пользователю этой проблемы нет поэтому с говном я его не смешиваю но хотя мог бы было за что но то есть вот за такое поведение просто производитель не рассказал вам всей правды о том что но 140 ватт один разок дверной глазок и вообще комбинированная нагрузка не сильная сторона этого ноута и идите нахуй просто потому что но это старая asus с новым железом мы просчитались мы же asus мы же умеем проебываться таких вещах но поскольку она работает во всех остальных сценариях мы такие ну для в осте проблема у всех и так и должно быть ну то есть это специально программа для того чтобы создать железу проблему так вот температура ход-спота графического чипа температура брэм материнской платы причем если там нет радиаторов тону можешь сразу их туда ну пытаться колхозить температура в рэм графического чипа но видеокарты кроме материнки тоже у нас за это отвечает и вот тебе три причина в которой ты можешь начинать ковырять причем температура ход-спота видеокарты реально может быть проблемой когда у тебя температура графического чипа 60 когда там проблема с прилеганием проблема с отпечатком проблема с расходниками у тебя на одной части чипа 60 на второй 100 как вот у этой 37 стя которую я уже комп это три раза показывал блушный медик совсем чуть-чуть помайнил продуваемом корпусе совсем чуть-чуть там пиздец расходником частью человек был на это готов и знал на что шоу но и по сути это переборка старого компа в новый корпус ну то есть то что я показывал то что оно выглядит как новое вас обманывает нет она частично новое там вообще очень интересная история что человек это наш кастом который капсейп с перевернутой колбой редкий очень проект у человека сломался проц он решил что сломалась мать купил новую мать потом выяснилось что это проц поменял полностью платформу мать осталась проц уехал в гарантию все это дело долго проворачивалось внутри а сейчас он просто знакомому продал мать с процом по сути новые в упаковке проц даже не вскрытый поймать открыли закрыли просто по нам не потребовалось новая мастер за 590 и купил еще к нему буш на видик 37 сетей он знал что с ним могут быть проблемы сразу приготовил бабки на то чтобы ее обслужить и новый корпус вентилятор и система охлаждения память блок все новый системник не круха трехлетней свежести но новое такое добрый вечер подскажите 860 м мордор брать надо дар 4 и надо дар 5 в зависимости от того какую память ты хочешь если бабки есть бери до дар 5 если бабок нет бери до дар 4 тупо обойдется дешевле чуть дешевле и плата чуть дешевле память все сэкономил разницы между ними будет не очень много но тут вопрос от того что ты хочешь хочешь давай апекс это хион не стоит переплаты в плане прирост производительности от разгона но во первых 8000 можно получить не только на апекси и тахионе часть технически давай так на двух планках но и прирост от разгона относительно даже не 7000 а 6000 не стоит вложенных бабок я тебя так скажу стоит разгон имеет смысл когда он получен за 0 денег путем вложенного не трех месяцев времени да ну тогда он имеет смысл и тону для себя давай так давай еще проще прирост производительности при разгоне нормальных банок памяти планок с нормальными таймингами того же the force team группа от 6000 каких-нибудь цель 32 38 76 или 30 38 76 да вот этой памяти на 6 косарях и разгон до 8 даст максимум 3 процента производительность это не везде до 8 косарей офигенный прирост до 6 косарей а ты купил память за 200 баксов за комплект примерно до поставил включил xmp потрахался месяц чтобы получить стабильный разгон 8 косарей и получил ни хуя кроме цифр в бенчмарках померялся ими с пацанами выяснил что у тебя они лучше больше задержки ниже и твой писюн вообще длиннее все для чего это годится серьезно но то для этого не нужна самая топовая плата для двух планах 8 косарей поднимают назад 790 apro на шестислойное платье простите предложенной доли удачи конечно почему-то у наших специалистов по разгону памяти то же самое не получается сделать на томогавке физически точно такой же платье с другой цепью в рам и и радиаторами но это второй вопрос может но поскольку я знаю почему у людей такая проблема кстати возникает в анализе результатов потому что они делают этот разгон не сами зависит от экземпляра проца платы памяти они не тестят это на одном комплекте все и поэтому получают что здесь разогнался здесь нет ну правильно там другой просто другим с другим кпу который может оказаться не голоден сэплом до деревянным сэмплом вот просто бетонным поможет быть проблема в чем-то еще вот как здесь например компу три года ну по сути но он три года провел новым память внутри с 11 900 ковгер 2 на четырех тысячах четыре тысячи мегагерц 32 гига ддр4 она сначала не запускалась потом запускалась с ошибками потом что-то еще я ее вот так вот в слотах дрочил дрочил и внезапно заработал корректно значит произошло слой окислом подрала я при этом ее протер перед этим просто ну такие окислы нужно обрабатывать наверное все таки не изопропилом а какую-нибудь другую химию для этого применить следующий раз потому что ну они вроде как позолоченные контакты но сами понимаете канус позолота к у качества потому что ну я просто планки вставлял доставал вставлял пока тесте и у меня внезапно проблема пропала сама собой перед тех же настройках которые были две разборки назад проблема была и сейчас и нет охуенно братан разгон памяти блять нихуя не поменялось кроме того что память два раза стали поставили все наука о контактах взрыв мозга ну короче в твоем случае нет конечно не стоит вообще никакого то есть прирост вот такой но 300 баксов из карманова не доположь 25 тысяч нет не рекомендую но если ты хочешь помериться с кем-то писюном то вариант не самый дорогой более дорогой вариант мериться писюнами это заколхозить какую-нибудь бэху и со светофором с кем-нибудь перец что скажете о прототипе двух вентиляторной асер 4090 с радиатором в помпе без внешнего блока будет эффективно такая такой концепт был уже для карты двухтысячной серии у asus а там была встроенная водянка со сразу с радиатором системой охлаждения правда с тремя вентиляторами с двумя вентиляторами прям не знаю как это будет работать то есть зависит от толщины радиатора но и исполнения я этот прототип не видел но в целом войн от ну то есть имеется в виду что человек подразумевает под этим вот у нас есть плата видеокарты сверху установлен съемник здесь где-то находится помпа либо тут же в съемнике и наверху через трубки все положено жидкостью сразу стоит радик то есть это моноблок с видиком такой виде к существовал в рознице у asus а до двухтысячной серии 2080 и такой был и это работал я вам сразу скажу работал лучше чем стрикс штатный чуть эффективнее было как она будет в исполнении 4090 от айсер до хрена узнает но вообще такие концепты в природе существуют и они работали продавались правда я в живую так и не защипал когда выйдет в продаже улте 820 нет даже анонса пока на сайте дипкул я думаю что смотрите как будет ситуация сейчас пройдет компьютер все на него сходят посмотрят он точнее через технической уже вроде как закончился на или последний день закончить не суть лишь давно закончился что не слежу за днями его проведения потому что не могу его посетить но цел на компе текст люди сходили туда сходили куча ведущих блогеров но то есть дэба урлайн джитусе короче джарад тэйч все там были но то есть вот все туда сходил весь бомонд они наверняка выразили свое мнение о том что увидели как и фокус-группа и теперь пройдет недельки две из этого слепят продукты и предложения и я думаю что нас ждет сейчас вот неделя-две волна анонс а у поступление в продажу через месяц можно ждать на полк то что людям зашло то что ну там прям на месте говном не облили то что находится в статью стадии очень сырых прототипов как допустим сервера под 7 950 x или новые интеловские сервера на графических чипсетах на intel arc но эти штуки появятся конечно попозже а консюмер он весь здесь будет как термал тэйк я показали на выставке через две недели в продаже понятно у нас его до сих пор нет этого нового термал тэйком проблесками но тюрем получится попробуй отдать данные с деньги за сборку получу работу уровня детского сада ну ребят сборка в таких магазинах туда можно взять специалиста до который будет крутить компы но не за спасибо но ему придется платить либо из своего кармана днс что им делать очень не хочется либо те 10 баксов которые они берут за сборку ну или сколько они там берут сейчас кстати берут больше сейчас берут что 40 баксов за сборку там что-то такое за эти бабки базовая компа уже мог крутить чувака поэффективнее поопытнее но как есть но в целом как говорится то есть но могло быть и так а по большому счету но вопрос то что сборщик тоже понимаете такая работа это подработка для студент давайте назову свою профессию так подработка для студента то есть я четко оцениваю что если ты пришел в сборку компов на каких-то серьезных щах дружище ты живешь не на той планете но то есть сборщики много не зарабатывать сборщики кастомов еще но каких-то вот прям индивидуальных штук это уже больше но творцы там уже и с дизайном нужно быть знакомым и с кучей вещей на самом деле специалист широкого профиля и такие люди зарабатывают поболее но тоже очень тяжело объяснить ценность этих штук клиент то есть что ты говоришь я хочу кушать одевать семью и платить за квартиру покупать инструмент да ну и хоть чтоб что-то еще в кармане после этого на пиво осталось да и для этого мне нужно платить в час вот столько денег твоя работа ас геморрой in as in fire и займет у меня 40 часов и стоит это будет ну блин хрена и чуваки такие на хрена это как но покраска это как куча разных штук ну то есть на видео это выглядит типа просто там ахаха покрасил ахаха на плоттере напечатал там лазером порезал на станке напечатал на 3d принтере ахаха все это а то что чувак 40 часов в это и потратил хрен с ним неделю просто рабочую взял и всадил в один проект ладно так сойдет и файн это же ничего не стоит а то что у него всего в месяц этих недель четыре всего и он должен за вот эти четыре недели поднять каких-то бабок для достойной жизни хоть для какой-то жизни это соответственно эта неделя должна стоить ну блин четверть его зарплаты плюс налоги плюс вся фигня выясняется что покраска корпуса это но довольно стрессовое занятие это полностью разбери корпус это полностью его замотой подготовь собери покрасочную камеру ах у тебя есть отдельная покрасочная камера ну так на ее содержание за то что и построил да с ушкой со всеми делами с обеспыливанием будьте добры но вот эту вот таксу тоже включить туда на тоже стоило бабок в свое время или собрать покрасочную камеру-времянку развесить все это покрасить зарезервировать рабочее место в этой покрасочной камере на два дня потому что ну нужно нанести несколько слоев лак все дела и ждать пока это высохнет ой два рабочих дня ушло какая досада как жаль это есть покраска краской из баллона за 10 долларов превратилась 16-часовое мероприятие где было на расходнике потрачено 40 бачей или 50 и на работу 16 часов все просто покраска это такой а 25 долларов в час 250 так подожди еще тоже сколько до 400 баксов за то чтобы покрасить ростов каплить и это есть но 16 часов скорее всего больше займет есть особенно с декалями со всей фигней с покраской в разные цвета и так далее баллоном ой 400 баксов стоило а чё так дорого ну давай винилом оклеим будет сильно дешевле всего 50 100 долларов хотя опять же тоже подготовка детали панели и так далее но проще конечно чем полностью раму открасить весь кейс с панелями и чуваки таки ой чувак который дизигнер лад диган лад который красит корпуса ну то есть кто мало кто заморачивается тем но никто не оценивает его выпуске я знаю за сколько эти корпуса продаются они стоят больше тысячи баксов после того как он с ними заканчивает почему он наверное потому что на каждой уходят три недели ну так на всякий случай примерно вот те которые у него именно проекты там с диорамами либо с внешними какими-то штуками по 3-4 недели на проект только от краска только от краска только проектник астана воды внутри нету не каких-то сложных элементов там нету стальных или что-то еще или каких-то там перед жестких пересверливание но у него такой проект был с под боя шок большой папочка проекта кнопку с трудом продал но в минус по потраченного времени он со 60 тысяч по моему продал по итогу то есть ну а изначально он тут выставлял его за 100 это я думаю что это было ну со знаком минус уже на тот момент месяц потраченного времени это такой а вот она в чем дело вот и все это такой вот почему кастома столько стоит почему все в баксах рублей вроде в днс я как бы беларуси живу я считаю в баксах ну мне просто так проще немножко называть цены для разных регионов потому что курс доллара у себя вы наверное знаете я вот курс вашей валюты считают через доллар то есть мне нужно то чтобы с белорусских рублей перевести цену в российский рубль мне нужно сначала разделить курс доллара потом умножить на курс российского рубля я знаю этот этот просто но напрямую прямая конверсия на какая-то ну сложная так мне проще но мне сложно считает напрямую в российском рубли и не живу в россии то есть у нас есть методика расчета для наших клиентов из россии ничего мне секретного нет но как бы вот мне как человеку ешь не калькулятор мне трудно и не могу поэтому в долларе называю сейчас не знал что ты из беларуси до такой соответственно мне ваши русские рубли чуть тяжеловат так и другие валюты новому ну вообще она как бы беларуса самая богатая страна у нас поэтому все так дорого мне ваши тысячи рублей тоже сложновато воспринимать тяну то есть мы отгружаем компьютеры в россию кто следит за инстаграмом видел как мы упаковку делаем вот эти вот все штуки ну а у нас же шорт еще будет на эту тему ну как-нибудь выйдет и но покажем купил с обменом комплект i9 12900kf z690 msi pro wi-fi ddr5 до этого был резан 5700x какой оперативную память выбрать что скажешь про материнскую плату z690 msi pro wi-fi msi a pro наверное да у тебя плата потому что ну от буквы зависит не все разные до обычную две планки на 6000 мегагерц каких-нибудь нужного тебе объема с последними биосами работает довольно корректно с такой частотой 4 планки может на такой частоте не завести 16 гиговая 32 ки вообще забудь надежду всяк сюда входящий зависит от объема кого брать кингстон дорого сейчас память кингстон почему-то дорогая она в принципе нормальная но она дорогая касательно того кто у меня в фаворитах это team group и gskill у team group есть интересные комплекты с низким четвертым таймингом то есть по 32 76 и так далее то есть ты смотришь на частоту и на тайминги тайминги ты смотришь на первый тайминг на второй тайминг и на последний тайминг ну то есть 32 38 76 32 38 86 32 38 96 из них лучше будет та которая 76 все в принципе купил xmp и включил на двух модулях мать только прошел предварительно и у тебя все работает все вопрос снят нафтезин зло это не нафтезин кстати опять же могу сказать это ксилин был если что это была обычная сосудосужающая это было сосудосужающая сейчас была просто водичка с солью от насморка есть ну прям вот для промывки вода с солью если купите воду с солью с илоном и серебра ну то есть морская вода с илоном серебра или что-то еще вода с солью она довольно эффективно кстати лечит насморк единственное что что в беларуси уже не купить потому что европейская не продается российская тоже собственно с илоном и серебра с осудо суживающие но она нужна в исключительных случаев когда потекает все раньше лучше не использовать и можно использовать хлорофилл жидкий хлорофилл есть такая штука покупается за дорого и с трудом но работает но то есть сушит нос на самом деле но ни о всех случаях помогает у нас киеве мастер за переустановку винды берет 800 гривен около 2000 рублей берет и краснеет он берет не за то что это сложно пойми правильно переставить винду не сложно переставить драйвера не сложно компьютер на тестовом месте будет стоять два часа за это он берет тебя 2000 гривен за настройку биоса берет 500 гривен но 500 гривен довольно много за настройку биоса но в целом бабки берут за потраченное время но то есть давайте так настраивать ну вот для меня сложности нету вообще никаких нищих надо поставить 128 гигов надо там что поковырять настройках надо сделать что-то еще тут какая-то проблема тут что-то не это это ну блин я называю это вторник знаете так вечер вторника даже не утро вторника время которое на это уходит я знаю что поставить но при нормальном интернете поставить винду занимает около двух часов со всеми драйверами со всеми этими со всеми наворотами просто но пока раскатятся с флешки пока скачать эти обновления пока скачать эти моно и драйвера пока она все это дело поставит и ты должен а к нему ходить каждые там пять минут кланяться этому компу да ты можешь заниматься чем-то еще это нормально но по факту за это берут бабки бабки берут за потраченное время занятое место 20 баксов ну да дороговато конечно как есть люди возможно оценивают аренду зарплату и все остальное за это время поэтому но мне тяжело сказать дорого это или дешево если я делал как говорится все в добровольных порядках ну как бы на добровольных начала для меня но как бы это не является не проблема никакими-то существенными но я не чувствую что работаю в это время но я в это время занят я не могу заниматься ничем другим такие дела поэтому за это столько платит есть необходимость платить за достаточно простые операции поэтому но люди когда вы можете сделать какие-то простые операции сами делайте их сами это делать что-то сложное но делай сам так ладно давайте отойдем от вопросов финансовых а то я вам могу много чего и долго рассказывать как кто работает как это но тут есть вопросы по железу мой компьютер 12400 fb 760 гигабайт gaming xa x 55 mesh px 850g fury renegade 3200 2x16 какую видеокарту мне взять для 2к начиная 4070 результаты после профилактики легиона тест 1 105 ватт 97 градусов тест 2 и до full кроме ssd проц 50 ватт 82 градуса гпу 123 hotspot 93 но видишь чуть температура подупали он по крайней мере теперь не греется в 101 градус жидкая прокладка ну и ост естественно самый жесткий в нашем списке но и 105 ватт вместо скольки 92 прекрасно перебрался ну и соответственно основное из-за чего идет улучшение это даже не сам ханивал термоинтерфейс в ноуте тупо такой же там тот же ханивал лежит так в другой но по-другому фасуется там то есть он идет 79 58 другая упаковка ну то есть другая расфасовка у нас то листы а там это на шлепке для автомата не суть разница в том что ты положил жидкую прокладку у тебя система охлаждения села ниже обжалось точнее и за счет этого дала более низкие температуры скорее всего в новые легионы про 5 можно ли установить 2 м2 и создать да как и в прошлых ноутбуках там есть второй слот для него естественно ничего не поменялось он внутри от старого легиона визуально мало отличается то есть все на тех же местах все точно также на самом деле отличается только начинка как умирают wi-fi адаптеры в ноутах просто у меня пару раз отваливался bluetooth а сейчас вообще не работает что стоит рассмотреть к покупке в плане адаптера ну во первых зависит от того какой у тебя ноут на каком процессоре между нами девочками на потому что для intel это будет а x211 для а для md x210 в первую очередь ну и во вторых да у тебя умер скорее всего адаптер если эти отвалился наглухо bluetooth и вообще никак не работает ну и дело не в драйвере проблема с самим адаптером либо меняешь по гарантии ну либо покупаешь новый меняешь сам я купил gskill но качество памяти качество сборки да такое себе две половинки неплохо прилегают верхний гб пластик болтается смотри с помощью фена для волосиков на пластиковой карты и должной долей аккуратности планки разбираются они собраны на тормоскотч разобрал пофиксил ну то есть заменил тормоскотч собрал обратно собрал нормально уже ну то есть все нормально подклеил все нормально собрал заодно убедись что контроллер приходит на основной радиатор у них бывает с этим проблема что банки памяти контактируют с радиатором и контроллер не контактирует с радиатором так вот контроллер должен контактировать с радиатором 13600 к мощнее чем обычно 13 600 без разгонного вмешательства конечно если ты посмотришь на intel arc на увидишь что у них разная частота работа сейчас я специально открою ну что не быть голословным это увидишь что у нас у 13 600 к 51 ну в нагрузке на все ядра у 13 600 50 вот и все 100 мегагерц разница но опорная частота у 5 600 ой 13 меньше на 200 мегагерц для ну короче turbo и фишин скор меньше на 200 мегагерц performance core базовая тактовая частота меньше на 700 мегагерц и efficient скоро на 600 мегагерц то есть у него в реальности в турбе может быть не 50 каких-нибудь 47 что вероятнее всего потому что 13 600 к точно дает 51 на все ядра в играх чисто технически на пикоры дает ли 13 600 в играх 5 0 смотрим если найду конечно тестами на 13 600 мы тоже не настолько странная чтобы покупать именно 13 600 но опять же и да к минимум 100 мегагерц и скорее всего больше но по опыту но я сходу 13 600 именно теста не вижу покупать и проверять я естественно не буду что я потом с этим процессом буду делать но это как 13 400 12 500 13 500 заявлено одна частота там 4 7 4 9 а по факту это 45 то же самое будет 13 600 то есть будет скорее всего 47 вместо 5 и 1 соответственно ты будешь иметь уже не 100 мегагерц разница а 400 мегагерц разница это уже будет сказываться в определенных ситуациях ехаем дальше что можете сказать про трейдер на 5 на самсунге слышал что они криво работают в режиме экспо в режиме экспо они работают нормально включаешь и работают сами чипы там далеко не лучше поскольку это 36 36 96 вторые тайминги низкие это тоже хорошо но не настолько как хорошо низкий первый последний тайминг то есть я бы поискал все таки комплект начинающийся на 32 но они дороже что вам и рекомендую сделать но если там сильно отличаются по цене берите более менее просто я бы не сказал что они прям лучшее что можно купить за деньги не идеально настроены и вот это вот все ну так нормально чему нет можно пользоваться не лучшее что я видел мы можно мы тоже такую память ставим и xmp ставим на md правильно я знаю что с этим делать в эти моменты да и сейчас если честно уже прям жесткая разница взял к xmp или взял tx по память для md платформы для двух модулей нет разницы они уже корректно работают то есть ну благодаря 10 вышедшим биосом уже как-то с этим они поборолись чтобы они пофиксили работу 128 гигов вообще панцы не было этот и настройки крутишь и контроллер такой 4200 или завышая напряжение то есть откатывайся на старый bios и давай сок мне 14 бах спойлер опасное значение для процесса рискует сгореть даже 7 950 x и такой а но так 5200 но может про съем бахнуть насквозь прогореть с платой что убираешь новый bios и 4200 или старый bios и 5200 дайте к подумать шанс влететь на прот стоимостью 600 баксов и плату стоимостью 600 баксов такой а4 200 опять же там проблема с нагревом контроллера и всеми делами я уже говорил две планки не проблема четыре планки проблема там еще asus представила rtx 47 с кастом основном питании прямо в материнскую плату без проводов но будет работать только на asus овских платах я больше поклонник стелс от и масса яда когда просто но и от гигабайта когда просто слоты выведены на вот эту часть карты но я про это говорил я не знаю сколько лет спасибо что никто меня не слушал пожалуйста пока на ю тубе не появился никто так и не услышал в торинце блока питания может быть плохо из-за того что он вдыхает цепло воздух из корпуса или или там еще не критично то же самое получается чтобы подышал в днище смотрите торин по расположению блока питания является классическим старым корпусом с верхним расположением да он питается теплым воздухом из системы да это хуже чем он питался холодным забортным воздухом что мешало сделать по-другому я не знаю но производитель сделал именно так да это работает но если у вас блок питания прям чувствителен к таким штукам то есть без запаса и вот это вот все то ну да это будет проблемой не сильно но проблемой чему на чем лучше собрать 5 800 x 3d 7 800 x 3d или интел 13 600 к я так понимаю да зависит от твоих задач 5 800 x 3d новым когда тебе нужно собрать железо с нуля идея говно но просто потому что вкладываться в старую платформу ну вообще нет смысла 7 800 x 3d самый быстрый игровой процессор на диком западе не всегда но в среднем и в принципе сейчас стоит не так дорого вместе с платформой 13 600 к универсальные он очень хорош в рабочих задачах очень хорош в играх очень хорош в целом покупая 13 600 к ты никогда не ошибаешься то есть надо поработать давай надо поиграть давай они вот это но поиграть вопросов нет я быстрейше поработать ну поля даже 7 800 x быстрее такие дела как-то так нет да все еще работать можно естественно это все еще восьмиядерник ну как бы ну но сильно медленнее чем 13 сутка чай поэтому от задач 13 600 как более универсальное решение его технической можно собрать дешевле 7 800 x 3d как самое быстрое игровое решение в европе в этом ключе довольно популярен сейчас так его и берут и берут ну довольно охотно заказалась не век 4070 с диабло в подарок за 600 зеленых хотел взять 6 950 x тину диабло за 70 баксов на дороге не валяется но 6 950 x т хороший видик но он прожорливый и он был бы быстрее ну часть технически но 300 ватт монструозный виде к шумно горячие все дела не очень шумный но в целом зависимости от модели еще что это динамит за рекламу не заплатил плюс кодировщик плюс длсс плюс все дела выйдет fsr 30 будет поддерживаться картами шеститысячной серии появится вставку более чем 100 играх вот будем тогда кивать amd наш с кисточкой на текущий момент ну как бы блин чисто технически именно за счет видео кодировщика 4070 и за счет лучшей совместимости с профессиональными задачами выглядят более неразумным а как это правильно сказать более удобным выбором хотя им да будет но учесть технически за те же бабки будет быстрее но это быстрее нужно не всем и разница между 897 и 1220 кодеком космической или для непрофессионалов космическая разница для мультимедийной акустики но то есть давай так если у тебя обычный комп ты слушаешь его на более или менее мультимедийный 2.0 2.1 акустики на мультимедийный 100 200 300 бакс ничего серьезного до разница между ними слышно уху но есть это если не слишком привередлив к этому но слышно ну то есть тут реально почувствуешь если сравнишь в лоб на более менее нормальной акустики если ты серьезный дядя и ты уже юсбишный внешний звук уже глазиком нацелил за сотку дискретный то и конем она парись какой звук стоит на материнке тебя вообще не волнует и волновать не должно на то есть три варианта первый пофиг на все берешь 897 ну и так сойдет ну бубы нет но сцену мажет ну там где-то привирает и хрен с ним играет и ладно нет долларовые пищалки за 2 бакса уже спасибо второй путь реал такался 1220 но и какая-нибудь базовая там вигулы к 3 там микролабы свены и диффера что-то более-менее нормальный комплект какой-нибудь ватна 60 сабом без саба играющий более-менее приятно до разница есть да если разница между платами там не супер космической или ты выбираешь между несколькими брендами как допустим за 790 мсi на мсi есть на гигабайте нет ты отдаешь выбор в сторону мси ради лучшего аудиокодека да ты эту разницу услышишь и вариант номер три чей-то встроено говно на мамке дорогое встроено говно на мамке ты хрен с ним что-то за говнище вообще вот у меня аудиокарта внешне там свое какая-нибудь или что-нибудь еще современного на 100 баксового прилично вот у меня два монитора ну или там с предусили или хай-фай с внешним усилком и карта это такой но я вот это вот ваше говно вот это вот твои эти микролабы 3 что все там вигулы 2128 говнище то лютое вот смотри у меня тут вот такие динамики вот такая звуковуха вот такой усилитель ну или просто такая звуковуха вот такие динамики послушай сейчас навалю как играет этот пункт номер два и пункт номер три я слышу разницу в проводах но с этими людьми лучше никогда не спорить не сектант они вас сжечь могут уедете потом в лес в разных пакетах вспомнить о том свете я вас предупреждал помнится мне мы должны были с вами подобрать сборку под музыку правда знаю что уже не помните но можем начать там видно будет ну блин ребят смотри давай так я сейчас покажу конфлик ты на него посмотришь посмотрим на него посмотрим на него не здесь посмотрим на него да вот посмотрим на него у сергея старый-старый новый вот он вот на этот конфлик посмотрим давай 7 950 x 1632 для задач когда тебе могут потребоваться все ядра до новый райзен прям сказка давай так давай я покажу как я вот тут пока ду девочки написал или мальчику не знаю кто там такой хамовато у нас есть и это самое тут вот такие интересные тесты видишь вот синенький это мд но плит синенький ну ладно зелененький это intel по точнее это разная процент на самом деле вот смотри здесь solidworks быстрее синий здесь быстрее синий ну типа 13900 к здесь наоборот а не здесь тоже здесь просто обратная проекция но мы сейчас долистаем а здесь мд быстрее как так получилось вот такое вот интересное разделение чем больше потоков тем лучше работает мд но видите то есть вот пока у нас типа 8 ядер пикоры в итоге мы работаем только на пикорах все зашибись как только подключаются и коры начинаются вопросы но топология мд быстрее это кат саппор то же самое будет наблюдаться но вот в таких специализированных задачах которые и коры не поймут то есть там где и коры поймут будет небольшой перевес в сторону интелла как здесь там где и коры не поймут это старый софт это ну в том числе твоя музыка 7 950 x будет быстрее все зависит именно таких штук ну то есть кто кто в какой задачи 7 950 x будет далеко не всегда быстрее то есть даже таких ситуациях но зависит конечно от количества сэмплов и от того что конкретно делаешь потому что не всегда работа со звуком это многопоточная задача часто этого многопоточная задача для накопителя а не для процесс но все же я знаю что современный кубик умеет много поток я знаю что современный кубик не всегда умеет работать с новыми процессорами intel но это опять же зависит от версии от всего остального и здесь ну как бы два стула брать 7 950 x который легче охлаждать он если медленнее если медленнее то это медленность это ну до 10 процентов менее десяти процентов причем но эти 10 процентов примерно в стоимости сборки за счет 420 воды требований к корпусу всего остального и видит но 100 по остаточному принципу 3060 просто потому что все если про пользуешься нейрухами то можно взять 40 тысячную серию 4070 либо 4080 либо 4090 потому что для нейрухи но они на виде как у нас в основном сейчас отрабатывают и куда ядрам очень привередлива к тензор никому откуда и так далее окей но с этим понятно объем памяти по вкусу сможешь смотришь сколько у тебя занято сколько это и там тоже есть нюанс надо загрузить сто двадцать восемь гигов памяти стоит понимать что на нд но у меня получилось с безопасным напряжением для сок проца 4 200 можно больше но появляется риск сгоревшего процент поэтому давайте так 7 950 x против 13 900 к вот в таких вот странных задачах когда в один момент она однопоточная в один момент она многопоточная по цифрам в абсолютных числах 7 950 x проигрывает и в однопотоке и многопотоке по сути хорошим будет тогда когда система плохо работает с якорами такое случается со старым с автом и так далее у него все ядра одинаковые ему вот это вот преференция от планировщика не нужны то есть неважно на те ядра упала задача или нет и он всегда хорош но он всегда чуть хуже чуть хуже много потоки чуть хуже в однопотоке ну кроме некоторых некоторых рендеров 3d шички это не всех но это проц на 220 ватт в пике его гораздо легче охладить гораздо трехфекционная вода делает вот так 420 воду не надо городить не надо там бутерброд вешать из фанов ну желательно конечно все это делать не надо нет никаких там сотки на постоянке в рендере ничего этого не он холодный он эффективный он постоянно работает причем потери при этом лучшем случае 7 10 процентов максимальной потери производительности ты такой счетом по прайсу это такой а 7 950 x внезапно стоят уже не 800 баксов да такой подожди сколько дешевле 600 долларов такой подожди смысле дешевле 600 долларов сколько стоит 13900 к ты такой сейчас отвечу давай так вкратце рамка для кей процессоров точно да для некий процессоров но до проц все еще изгибается если не изгибает рамка проц изначально изгибает со временем но штатные поэтому мы ставим на кей процессоры буквально на все да это имеет смысл лучше сразу предохраниться сложно ли накладывать гризли экстрим да но если у тебя с этим проблема просто закрытый шприц да кинь в воду градусов там 5060 на пару минут чтоб он нагрелся хорошенько она станет пожиже без проблем намажешь так вот в этих задачах и ты такой так пока сколько стоит 13900 к такой а подожди уеда минут 7 950 x стоит да давайте давайте прям точно да стоит сейчас еще до 586 баксов примерно 13900 к стоит ты такой но даже кайф к там 5 разнил 5 баксов разница 670 так подожди почти сотка между ними ну меньше конечно такой чего были смысле md дешевле такой как ну там кто-то видимо понял что просто оценивать и процент дороже чем intel это было странное решение о чем я говорил кстати еще тогда тайник снизили сейчас тот проц дешевле такой вайда минут подожди а сколько стоят платы так 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 а подать мне x670 и asus took plus вайфай топовую плату ребят без скидок да это не герои это не ешка но с точки зрения в рима с точки зрения всего остального этой платы не то что вот так и вот так это все еще но восьмислойная плата и все дела такой ну блин слойная плату до восьмислойная плату и это такое подожди подожди подожди-подожди плата с максимальным оснащением по пикси экспрессу с ген 5 там на первом разъеме для ssd и со всеми вот этими фигнями 400 баксов такой ну да чисто технически для 13 900 к можно взять за 190 про и она дешевле допустим вот эту сотку на процема выиграли вот и такой потом нужно чем-то охладить это такое блять это 13 900 к это минимум 420 вода либо зажатые лимиты зажатые лимиты не делают его быстрее в одном потоке он все еще остается на 8 10 процентов быстрее многопотоки он внезапно становится медленнее чем мдашный камень потому что он быстрее когда жрет 350 ватт они 250 это такой ok 420 фризер там туда-сюда корпус такой опять плюс сотка ты такой до какого его получается что удобнее не лучше дешевле или как-то еще удобнее собрать просто м.д. получить небольшое поражение по производительности она в реальности не 10 процентов а меньше и ты такое типа ну зато нет проблем с планировщиком зато ну как бы все просто и понятно в любой корпус ну условно с небольшим тдп нет высоких рабочих температур вот это вот все с другой стороны ты всегда можно платить 200 баксов взять 13 900 к и ну как бы сделать все по красоте и так тоже стоит делать когда у тебя есть необходимость поставить 128 гигов и чистота памяти для тебя важно в твоем случае не особо но 128 гигов может пригодиться но опять же вряд ли в кубике блин я таких проектов от людей которые этим занимаются не слышал но может у тебя есть ну то есть опять же я что не все задачи знаю я физически с этим не работаю так вот моя позиция то есть либо мы берем 7 950 x этот сравнительно дешевле проще дешевле и проще просто давай так дешевле и проще не лучше не хуже дешевле проще либо мы берем для тех же задач 13 900 когда получаем систему быстрее да это прекрасно работает но и дороже и быстрее но не проще тебе подходят для работы с аудио оба вариант причем если ну бюджет меньше этих цифр ты можешь взять более простой проц и amd в таком случае но начинает выглядеть не таким интересным потому что ну в среднем бюджетном ценименте с 13 700к тоже проще чем 13 900к и ты внезапно такой а это теперь into а 13 600к вообще самый универсальный проц и в общем у тебя при работе со звуком все просто ssd х под сэмплы обязательном порядке под софты сэмплы проц исходя из бюджета мать исходя из бюджета видик по остаточному принципу он в среднем не задействован в работе кроме нейронных ну кроме именно а и штук для и штук видик нужен и нужен мощный то есть ну можно конечно делать это и на 360 ну как бы тяжело если и штуками пользуешься имеет смысл вкладываться и в сорок восемьдесят сорок девяносто и все загрузку ресурсов в текущий момент времени ты можешь оценить открыв монитор ресурсов процессе работы и поглядывая туда одним глазом все загрузку памяти загрузку накопитель и загрузку проц а дело из этого вывода какой производительности в какой момент времени тебе больше не хватает если загрузка проц а небольшая значит однопоточный 13600 к ждет тебя если постоянно нагружены накопители и довольно серьезно нагружен ну как бы ssd высокопроизводительные тебя ждут не хватает оперативной памяти быстрая оператива в большом объеме этот вопрос решит 192 тебе не обещаю что она будет быстро но завести попробовать можно нейро штуки это видик и теперь ты знаешь все как это делать а дальше зависит от твоего сценария использования открываешь монитор ресурсов и смотришь но то есть на анализе именно свои работы как относитесь карты край трейсингу не считается ли это гиммиком по данный момент смотрите с одной ну как я конечно не очень люблю спикера из моего компьютера но просто потому что мне не знаю голос не нравится честно с точки зрения материала который он подает он подает его немножко наверное предвзято но это все так делают целом я с ним согласен в одной позиции хотел сказать об этом следующей серии ну ладно шучу так вот прочитай так если ним согласен в одной позиции с каждым увеличением качества картинки непропорционально улучшению картинки возрастает требования к ресурсам видеокарты то же самое касается ray tracing трассировки пути и так далее потому что это но еще не самый топовый вариант построения трассировки света то есть более жесткие модель и для этого потребуется более жесткие штуки и да правда в том что тензорные ядра и а и штуки будут в будущем будущем сильно влияет на наш с вами гейминг и upscale нормально заработает будет неотличим от нативного разрешения будет позволять скажем так больше ресурсов видеокарты выделять всяким другим штукам и так далее но то что видеокарте в какой-то момент а и часть будет больше чем основная вычислительная потому что она будет считать свет считать там что-то еще upscale и так далее чуть ли не с нуля рисовать картинку вообще просто придумывая и они рассчитывая до их а так умеет придумывать картинки для игры не рассчитывая их короче да ну то есть когда-то это такое будет и на текущий момент если вам ваша видеокарта raytracing позволяет включать и играть с ними в какие-то сегловые проекты завидую но если как говорится нет то и хер с ним ну то есть не так сильно это влияет восприятие от игры честно не так это но прям вау чтобы это как и многие современные технологии но то что ваи все будет углубляться дальше и дальше то что но в будущем мы можем увидеть фотореалистичную графику чисто благодаря их и но то есть которая будет превращать обычную графику фотореализм это факт и для этого потребуется больше вычислительных возможностей поэтому ну как бы касательно трассировки пути это для того чтобы 4090 быстрее превратилась в тыкву и в той же 5090 можно было просто блок рейтрейсинга да и блока и увеличить в два раза сделать его мощнее или в 3 и как бы вау относительно 40 серии до в реальности получить 20 процентный прирост по гпу но пока это вот так как говорится вот так так что мое мнение в принципе с его мнением в определенной степени совпадает я же говорю но возможно я предвзят чисто из-за того что мне нравится голос человека может на мой похож но знаете свой голос не всегда заходит если отдам компьютер в сервис мне видеокарту на майненую поменять не могут или никто таким не занимается можно как-то проверить изи фотографируешь номер на своей видеокарте серийная потом сверяешь все но в целом блин я бы сказал что нет но есть говно сервиса которые могут да но скорее всего нет но все-таки это довольно странное мероприятие чтобы что бушный видик один относительно другого стоят примерно одинаково просто но одной модели просто потому что когда мы покупаем сейчас бушную видеокарту никто на слово в то что она не майнила не верит мы берем ее с тем условием что нам могла майнить раз могла майнить значит она стоит вот столько все и пофиг манила на или нет в чем вообще преимущество rtx 4060 над rtx 3060 я говорю про ноутбучные версии между ноутбучными версиями небольшая разница есть тут жарда есть исправлены обзоры там типа 15 процентов производительности разницы все-таки набирается но основное это поддержка длсс 3 чуть быстрее ядра отвечающие но и рт ядра а так один фиг видеокарту gta 5 онлайн ультра hd 360 но алексей да алексей опять на даче он опять есть мясо и вот это вот все но пожелаемому как говорится удачи в понедельник на рабочем месте пусть отдыхает на самом деле отдыхать тоже очень важно для того чтобы хорошо работать нужно хорошо отдыхать регион 5 про 22 года и версия 23 года в версии 22 лучше но в чем разница кроме обновленного железа но в том что он открывается еще теперь на 180 градусов и до легион про 5 23 года ближе к обычной пятерки чем к прошке но в целом вот между ними прямо концептуальная разница нет да он другой да он чуть-чуть про другое да у него меньше металла в корпусе но это ну ладно и так сойдет ну по охлаждению он все еще нормальный по оплате он все еще нормально это самое главное для него чтобы он был хорош с технической точки зрения а не с дизайна потому что про дизайн это у нас семерка и семерка действительно стало сильно хуже давайте так если вы просто проведете знак поставить и знак равно между про между пятеркой 22 года и про 5 23 и 5 про 22 и про 7 23 то вы поймете куда сдвинулась как изменилась линейка новых легионов а семерки полноценной семерки как она была с фингерпринтом со стеклянным тащим с вот этими всеми наворотами и нет очень печально не дождался легиона на райзене китайцы сказали что ждать долго но не на расхват китайский легион 4090 отличается от обычного на текущий момент отличий нет но это просто такая же версия просто выпущенная чисто для китайского рынка с гарантией в китае для китайцев батарейки на 80 там по-моему всех батарейка на 80 модель скиньте комплектацию я посмотрю оценить пожалуйста сборку 13600кф 4070 и 10g7 это монитор rockstrix b760f ну ладно the force delta 990 pro ls 720 вентиляторы мф-120 gt все вентиляторы дикулом ас-120 gt зачем ради вот этих законцовок на крыльях но чуть технически а это икс образники все я вспомнил джетте через пробел но блин если они тебе нравятся почему нет но как я и говорил светится только центральная часть этих фанов такого эффекта рассеивания на лопасти как есть на фотографиях света они не дают ну то есть имея это в виду я тебя предупредил нормально дары так 990 про я не понимаю зачем здесь и почему 760 плата а не какой-нибудь за 690 либо за 790 потому что плата b760f уже дорогая плата nokia блок питания be quiet purebase power 12м специально под 40 линейку знаю такой корпус матрик 70 буду снимать стеклянную переднюю крышку или приоткрывать очень сложно определиться с материнской платой за чипсеты стоят гораздо дороже но я не фанат разгона что я теряю возможности настройки или лучше взять и мы сайт за 790 а про но хочется рок я не люблю разгон извините что за то что не в донат да без разницы ребята стримы есть для того чтобы вы могли задать вопрос в режиме прямого эфира как видите если я успеваю читаю все вопросы если не успеваю я отвечаю на те которые вижу те которые цепляют из текста да и как бы на донат и на донат и потому что так надо само собой люди все-таки деньги за это заплатили из-за доната конечно всем спасибо но мы не здесь для того чтобы вымогать донат и очень приятно когда люди донатят но как бы это личное дело каждого как бы помогаем донат и мы уже вне стрима когда пытаются от сесть на уши 10 баксов почему потому что будет потрачено рабочее время которое должно быть что правильно оплачено а вот это время не рабочие и мы тратим личное время на то чтобы ну пообщаться со своими зрителями подписчиками и всеми остальными поэтому на стриме бесплатно вне стрима простите забавки подожди разве asus сильно дешевле чем ну хочу урок знаешь такое но как бы блин для выбора платы это довольно плохое плохой мотиватор то есть я не понимаю зачем но просто не понимаю зачем asus на asus до понимаете это удел богатых ну то есть я понимаю asus 4090 стриксом на каком не на ежке или на героя то есть но дорогой комп изначально у нас был недавно в случае в инсте в директе даем чувак такой ебать его там пять тысяч накрутили игре чудак посмотри сколько стоит это железо смотри сколько стоит видеокарта да она стоит на 1000 баксов дороже чем палит 4090 чего они написано asus все только поэтому да и ой пук пук ну как и есть и для тех кто может себе это позволить как говорится деньги не вопросы все остальное в другом случае asus стоит брать если он ну при прочих равных дешевле как и любой другой бренд набрать asus ради asus а когда бюджета нет я этого не понимаю естественно я бы брал за 790 а про просто потому что ты получаешь больше за те же деньги больше настроек больше опций возможность управлять множителем возможность полноценным управлением напряжением нормальный аудиокодек хорошего ремы в принципе но уплаты нет минусов каких-то особенных она реально крутая это просто берешь плату а на сайт за 790 pro и такой зачем все остальные платы выпустили вот на это все есть она все прекрасно работает она меня полностью устраивает зачем простите все остальное не понимаю из такой позиции касательно 12м дипку лучше чем юрбейс 12м с точки зрения тишины с точки зрения электрических параметров поэтому хочется рок-бери ну то есть как бы не так важно но я просто говорю что ну банально если ты при прочих равных нож купить больше я бы купил больше мс из 790 про это есть больше за эти же деньги вот и все поскольку насколько я знаете плата стоит довольно похожих денег но честь технически сейчас проверю насколько бы 760 дешевле но эфне может быть и дешевле то есть тут тоже это стоит понимать нет они стоят одинаково но по крайней мере вай фай версии у нас стоит 860 в гейминг вай фай и масса и за 790 а про вай фай ддр 5 стоит одинаково соответственно ну ради надписи asus нет ну мое мнение такое ваше мнение может всегда от моего отличаться это нехорошо неплохо как есть какой монитор можешь посоветовать по 144 герца от 500 до 800 белорусских рублей хорошо опрос у меня сходу так то модели наверное нету на этот бюджет давай посмотрим давайте монитор и пробежимся просто по списку я посмотрю что есть давай два четверку правильно игровой от 144 кстати лыжа ну лыжа же 24 джем 60 r 1080p с 144 герца китайцев брать не буду я не знаю как они вей матрицу но ты можешь сам посмотреть на любителя там мошенник есть за эти деньги может быть он даже ничего не знаю с ними делал не имел понятно вся лыжа вся ли вся моделька вся линейная вся модельная линейка lg в принципе можешь сразу смотреть с кучей отзывов читаешь делаешь вывода лось аук в смысле 24 g2 можно попробовать разогнанная 165 герцовая матрица гигабайт g24 до неплохой вариант а можно есть либо 24 5 из игрового стандарта наворотник есть 24 5 оптикс дорогой амин дорогой аук гейминг зачем при наличии lg ну да лыжа просто все модели lg то есть начиная с 60 заканчивая 650 просто смотришь и берешь любую из них но смотришь конечно на функционал отзывы все остальное понятно что более дорогие модели у лжи в приоритете типа 650 рублей за 600 с фрисинг премиум со всеми делами но матрица 165 144 герца без разгона за тоже dr10 300 нит в целом обычный монитор ничего выдающегося просто 144 герца цветопередача srgb 100 процентов 99 нормально просто средний монитор ничего интереснее не вижу у вас пока на md или на intel а тут про вентилятор есть вопрос 3 вентилятора 120 на вдув 2 вентилятора сверху на выдув до вентилятора снизу на выдав 11 на снизу на вдув на выдув с чем иди со мной вот смотри вот кейс здесь вентилятора видишь как стоят на вдох догадаешься почему в этой области нет горящего воздуха изначально он там появляется только при работе видеокарты это воздух выдувается в эту сторону но и за счет поддува вентилятором выбрасывается вверх правильно продув корпуса спереди назад снизу вверх ну то есть там расход расход вдох вдох все но и сетка через которую он вдыхает у вас пока на md или на intel у меня лично 3 770 к назад 68 материнской плате на срок за 68 про 3 16 гигабайт оперативной памяти kingston of sky 1800 которые не работают у меня как 1800 ddr 3 но там она много раз менялся на изначально было 1600 как 1600 работает ssd х на 256 гигов и сейчас 1080 в компе по моему иксас который не порадует вас там бомба замедленного действия блок питания и все это охлаждая все это в сайленсио 500 в старом сайленсио первом сайленсио так скажем с фонами китайцами которые я с дуру купил и как бы ну блин не покупайте китайские вентиляторы покупайте брендовые китайские вентиляторы в лучшем случае охлаждает у меня процессор cnps 10x optima рот скальпирован но потому что могу себе это позволить могу прийти скальпировать процессе захочу если весь мой комп довольно старый как можете обратить внимание то есть сама платформа куплена в 2013 что ли году несколько раз обновлялась но там знаете типа один процессор на второй процессор такое у меня изначально стоял 1230 в 2 то есть такое то есть там видик поменялся кульки и вентиляторы в корпусе поменялись короче много итераций пережил но все еще старый компьютер мог себе недавно поставить 7700 x 8700 к извините но практической пользы от замены ddr3 на ddr4 кроме того что мне потребовалось бы за деньги купить ddr4 не увидел для моих целей сейчас учитывая что на компьютере поиграть я могу ну так очень редко вечерами в аксион я сейчас катаю это аксион я уже несколько раз прошел жду фрустпанк духу world 4 наверное все во что я буду играться в ближайшее время ну как бы ладно достаточно для рабочих задач были бы бабки я бы может быть переехал бы на 13 600 к с 32 гигами рамы мне приходится работать с дизайном с рекламой то есть ну вот все вот эти вот кринжовые заставки на ролике кринжовую рекламу или не очень кринжовую делаю я в основном поэтому но для этого мне может быть потребовалось бы обновиться но выделить в семье из пяти человек на это бабки и так мало с тремя детьми сейчас прочитаем самосборный вопрос купил я одессе а g500 винты с пружиной позволяет сделать 15 полу оборотов но при этом выгибает плату оставил 10 плата ровная про не сделал чего у тебя же бэк плей должен стоять платье ну под парцом бэк плейт сверху еще одна стальная пластина на которой опирается соответственно уже сам крути ля тор если ты затягиваешь пружина он тебя гнет вот эту верхнюю пластину и хрен бы с ней ничего страшного в этом нет ну или ты ее поставил вверх ногами она имеет вы штамповку все поставила поставил все все нормально если он у тебя изгибает материнскую плату но это конечно так делать не надо то есть изгиба до материнки лучше не допускать мать должна быть ровная для этого на процессор мы ставим кастомную рамку которая дополнительно укрепляет эту область но как бы чтоб у тебя прямо с бэк плей там погнула плату прям серьезная заявка на победу не знаю ну то есть нужно смотреть просто выгиб пластины выгиб платы вещи разные плату выгибать не надо лучше плата будет ровный опять же ты всегда можешь проверить температуру про преимущество rtx 40 60 на 30 60 в ноутах я уже говорил говорят socket 1700 будет поддерживать 14 поколение intel что слышал об этом пиздеж еще вопрос говорят курдаят нет такого не будет новый socket 1856 привет должны появиться некие рефреш и которые будут на пару копеек быстрее чем текущие процессор intel и ничего на кардинально нового в теории предлагает на эту платформу не будут просто второй раз вам продадут одну и ту же платформу и процессор к ней все никаких процессов че порцов 14 поколения на текущий момент официально не ожидается они ожидаются под абсолютно новый socket новая плата и все остальное почему партнером нужно продать вам новые материнские платы то есть чисто в теории не могли бы выпустить по 1700 socket но нет технически даже рамки для процов обещают совместимыми с новым сокетом 1856 но как бы кому пома 1856 еще 851 извините это я с 1156 перепутал но 14 поколение выйдет на новый socket она ролик нет но давайте слайд рапторы вышли на 1700 13 поколение пожалуйста ролик митер лайк вопрос роман здравствуйте собрал пк на базе ваших корректировок очень доволен можете заценить подкуп по ссылке хптпс по и дочи слэш слэшу это точка ру слешимаги слеши 5 на 3 что скажите пачалорфу и камни парче rtx 4080 advanced hvm также норм на моей матери температура rsn 5960 при базовом использовании так надеюсь звук все слышали давайте посмотрим на фотку лен ли он 11 динамика его ложка ложка ну как бы адепту с механику с привет и давайте посмотрим на сборку очень красивые провода кастомные где-то были заказаны очень красивые лен лишние фаны понятно без infinity mirror то есть более простая версия о как бы не мир версия тоже дорогая штука но это материнка симпатично память снов 4 слота бы стоит правильно провод от воды можно кинуть там зацепить его за этот самый заболт чтобы он не лежал в разъеме памяти но при подсветке не видно но так то я знаю что он там есть видно что выведен провод под видеокарту виде к наверное классическим способом здесь стоит но корзины не видно брекетом фоны понятно то есть точно так же как мы собирали ли он ли хоть у нас виде к обычно стоит боком но это большой разницы не имеет на больших видеокартах все равно половина воздуха улетает в три вентилятора сбоку единственное что у тебя задний вентилятор стоит на расход переверни его на вдох будет эффективнее немножко но ли он лишняя вода это понятно расположение шлангов это понятно в целом нормально единственное что я тебе еще хочу сказать касательно вопроса о температурах какая температура на гпу меня волнует меньше всего меня волнует разница температур на температуре графического чипа и hotspot если она не превышает 15 градусов или 16 все нормально но и сама температура hotspot они не выше там 85 к примеру для 4080 colorful айгейминг 48 120 cv неплохая карта может брать на материнской плате температура pcb 59 60 градусов все еще точнее чипсета тоже нормальная температура дачи писать довольно горячий но он в среднем сильно выше этих температур и не греется еще красивая серебристая карта у нас будет каково и масса и да блин гейминг вы все склероз прогрессе прогрессирует не лайтнинг лайтнинг они уже не выпускают все графикс как как она называется прим супрем будет очень тоже серебристые цвет платы но или colorful айгейминг карта нормальная блин 3 слотовая карта с большим радиатором тремя вентиляторами что может пойти не так тем более colorful несмотря на то что это китайский бренд делает вещи нормально очень хочет на европейский рынок из компонентной базой со всем остальным там все в порядке поэтому не парься бери так вот else ну красота дружище ли он лишняя вода она нормальная то есть снова к у кого возникают вопросы мать ок ли он лишняя вода ок ли он лишние фаны красивые не самые эффективные вентиляторы но они эффективны то есть как минимум на среднем уровне этого уже достаточно единственное что что жопный вентилятор на вдох можно повернуть для большей эффективности смотри в чем основной посыл именно в этом корпусе установки вентилятора заднего на вдох они на выдох как стоит здесь в том что вот у нас видит вот у нас вода для того чтобы сдуть горячий воздух в эти боковые фаны ну то есть чтобы уменьше попала в радиатор мы отсюда поддуваем холодный воздух во первых мы теплый воздух частично с ним перемешиваем то есть уменьшаем его температуру во вторых мы смещаем основную нагретую массу немножко в ту сторону поскольку спереди вдува нет да у нас типичный продукт снизу вверх и он получается не снизу вверх а вот немножко отклонен в сторону и у тебя больше воздуха попадет в первый вентилятор здесь и вот в эти три вентилятора сбоку особенно на длинные видяхи где и так есть вот это окно которое дуется насквозь и тут и сразу вот за этим окном стоит вентилятор на расход то есть и вся идея в том чтобы именно туда больше теплого воздуха отдать именно вот в эти три вентилятора для этого задний вентилятор ты разворачиваешь на вдох смешивая холодный воздух с горячим и смещая воздушный поток в сторону вот этих трех боковых панов они и так создают раздряжение которое часть воздуха вытягивает а так ну будет чуть эффективнее можешь проект можешь проверить и так и так по моему один градус разницы или полтора или два на радиаторе сверху то есть на температуре процесса мы получали в таком случае до запечать частоты с единичками и ноликами однозначно лайк так вигулы устарели давно естественно у меня вигулы c2128 то есть ты понимаешь насколько это старая акустика они звучат относительно неплохо мультимедийной акустики но то есть за 100 баксов ты купишь примерно тоже качество звука сейчас насколько бы они не устарели но то есть свои цены они отыгрывают до сих пор да это не ну прости мониторы за 300 баксов плюс аудиокарты естественно это совершенно не такой уровень но какие говорил когда моя зарплата будет составлять больше денег я может быть этим займусь на текущий момент не есть куда тратить деньги и меня скипаю просто озвучку чтобы потом прочитать самостоятельно вигулы меня полностью устраивают по звуку до тех пор пока она не работа объясню почему меня не устраивает прям низкое качество звука я прям пищалки двухдолларовая меня прям уши от них вытекает и я не могу сказать что вигулы меня полностью устраивает по своему звуку но не вызывают желание на немедленно брать и бежать за новыми колонками потому что вигулы я брал именно так меня прям настолько допекла акустика за 2 доллара условно конечно звук колонки что я прям собрал бабки пошел блин это было давно пошел покупать новые колонки а сейчас я буду делать это уже от избытка бабок ну просто потому что не испытываю в этом прям кровь из ушей как раньше привет корпус мишифай 2xl вот это вот огромная гаргарина нормально ли 420 фризер станет бутербродом спереди шланги снизу вверх по ротцу если смысл трифона комплектовых в корпусе заменить на по 14 пвм если в ли англии да вот здесь это не сильно имеет смысл ну то есть я послушал вентиляторы ли анлида и меня не устроили по качеству вентилятора у фрактала начинают очень быстро трещается они довольно низкого качества честно все что я держал от фрактала с подсветкой без подсветки меня не устроило в плане того как со временем они разваливаются они иногда изначало изначально уже идут дырдырдырище нет спасибо арктике то есть фрактала мы меняем жестко а здесь вот я лен лишние фаны это я планировал их все поменять я его снял покрутил послушал включил и такой я поставлю их обратно я лучше по-другому распределю вентилятора в корпусе лучше сделаю что-то ну что-то другое по другому поле анлишне фаны останутся потому что они меня устроили по качеству да не вряд ли настолько же эффективны воздушного потоку как арктики с топом тяжело спорить но как бы они хороши отвечал так какую можешь подсказать какую термопасту кладут в башне дипкула г-400 в дипкулах лежит термопаста эффективная но то есть другая термуха наверное да не факт но по своей эффективности на практически один в один м x4 то есть ее можно мазать если вы не купили ничего эффективнее изначально я думал об ртx что это вау но когда стал сравнивать скрины сюрреалистичные сюрреалистичные тени в том же ведьмаке 3 живущие трассировку пути понял для себя что это просто развод и тестовая технология не на самом деле она красиво но но то есть она прям может вызвать у тебя вау но трассировку пути ценой всего ценой всего фпс но того просто не стоит обычный ray tracing достаточно а трассировку пути это что-то на очень богатым да это более честная технология расчета света более жесткая но как бы есть куда расти всегда можно посчитать миллион лучей вот и все от всех источников света преломление отражения обо все поверхности и так далее просто ну да технология крутая но прям щас она лишняя опять же как я и говорил качество улучшается вот настолько от требования растут в 5 раз или в 10 раз что как бы зачем реальность такова что сейчас игра оптимизирует хуже топа не тянут без обскейла в сорте а растр не так плохо относительно этих новой технологии если делать нормально они как сейчас разработка игр тоже штука сейчас достаточно сложная но в том плане что есть отрисовывать понимаете в чем соль может быть может быть оптимизация на уровне движка а где у нас оптимизация давайте на секундочку 7 за цену основу не движка будет как-то дел делаться когда останется только один ну или два или три и они уже будут пока движок кто во что гораст игровая студия выпуская очередную игру такая собственно движок туда чтобы не платить конские отчисления но разрабатываю я такой киберпанк такой она реально нж 4 но тут момент единицы свой движок сейчас так бахта да и шевелись плотва skyrim кстати купи skyrim минутка то договор до вам в чат но короче пока пока будет вот это вот в канале с разработкой каждый раз своего движка для каждой игры оптимизация дорого это реально дорого но то есть тут простите игры нормальными делать не всегда денег хватает судя по всему по многим проектам что мы не дотягивают либо на дизайнеров денег не хватает либо еще на кого-то либо еще на что-то ну то есть сейчас много проектов уходит в индюшатину и делается как-то но то есть на юнити на всем вот этому вот это не хорошо не плохо но то есть я как человек вот настолько причастна к разработке атом rpg до ки и тестом и всего остального могу сказать что но типа команда которая разрабатывал это не сотен штат здесь человек тест тестера за спасибо и бесплатный движок все игрушку получилось ну наверное в определенной степени коммерческой успешной удачной свою нишу она займет то есть она будет известна в определенных кругах и так далее но есть но то есть и пока сделано там чуть ли не на чистом энтузиазме окей и с другой стороны у нас киберпанк mass effect andromeda ну ладно киберпанк это я уже сама игра то еще ничего ну то есть не есть сюжет вне есть квесты один раз пройти но она в принципе нормально несмотря на баги первого дня и все остальное киану молодец океан у нас все спасет но в целом да но ас эффект и куча проектов на самом деле которые вышли на такие разговоров то было а вышло ну ладно окей fine и такого выходит довольно много то есть стоит понимать что но пока не останется несколько движков над которыми команда будет работать чтобы его оптимизировать улучшить так далее было было все дела ну мы будем наблюдать что наблюдаем причем будет накладываться еще одна ступенька на это на все раз движков останется не так много и под проект вроде как разрабатывать свой движок а то у нас наступит следующая стадия как и винда жутко перегруженный движок всякой фигней будет перегружены в теми опциями которые там ну не используются но они есть они считаются они обрабатываются кусками пустого кода и правильного пути но чать же 5 наверное ну то есть не руки так что ждите оптимизации от нейросетей такие дела ну то есть будущее таково сейчас наверное большинство разработчиков придет к тому что мы будем использовать unreal engine 5 может быть что-то еще unity как обычное что-нибудь еще да но там три четыре пять движков останется кто-то самый упорно будет разрабатывать свой движок и оптимизация игр через чай 5 но то есть через нейросеть будет просто чистить код оптимизировать его и потом мы будем платить за бета-тест и так сойдет да я про этот монитор какие конкуренты у аурус мастер за 790 мастер прекрасная плата с точки зрения оснащения своих возможностей и всего остального единственный минус на ней на ну еще два месяца назад повально на всех платах свистел дроссель питающий память но то есть в цепи питания памяти так что хоть выкидывай системник в окно этим было нереально пользоваться прямо сейчас проблема вроде как не носят массовый характер но в нашей рознице эти платы наверное на складах еще лежат ну 600 с плюсом баксов плата как бы кто у них конкурентов герой картон вот это вот все но asus е можно еще на ту же полку поставить наверное потому что это герой с меньшим количеством понтов не остановился на стриме с лёхой на 7 950 x хочу услышать возможное подводные камни подводные камни начнутся при установке сто двадцати восьми гигабайтов рам больше их нет но то есть подойдет ли b660 ds 3h для и 5 12 на 400 ф будет перегреваться в рам будет безусловно ds 3h имеет одну большую проблему отсутствие радиаторов зоне в рам сам в рам там довольно мощный но без радиаторов он не тянет будут радиаторы будут и путешествия не будет радиаторов не рекомендую но опять же в каких-то задачах он перегреваться там не будет но в среднем при более менее тяжелой нагрузки на башню на 13 700 к можно поставить там зажать и андервольт ну да смысл тогда ставить 13 700 к говорят палит хату не спалит ну сейчас уже нет но палит хату спалит опять же ребят это ну все новее на видеокартами там например 30 серии 10 серии но то есть с того разряда или более старыми палитами палит просто процент брака был выше чем у всех остальных просто через три года эти карты рассыпались чаще чем у всех остальных то что палит выпустил сейчас очень хорошо 40 серии в среднем почти любая карта прям конфетка но это как говорится сейчас в 30 серии палит далеко не лучше видит но учитывая что он минимум на 50 баксов дешевле то он ты уже начинаешь задумываться а так ли он плох 7 950 x 3d для игры блендера с монтажом для монтажа лучше взять конечно 13 900 кей его quicksing при работе с 264 кодеком будет прям подарок но если это не является приоритетным направлением но или ты готов потерпеть там то что он будет на 15 процентов медленнее или на 20 конкретно в этой задачи то 7 950 x 3d хороший процесс просто он и стройки 7 950 x 13 900 к будет самым медленным во всех задачах кроме игр в играх он будет самым быстро вот и все но и кроме того что он горел на ранних версиях биоса с ним довольно просто покупаешь плату прошиваешь в закрытую но то есть не включая на после чего ставишь проц если плата прошивается без порца если плата без порца не прошивается просто грузишься и все шансов прогореть у тебя уже считай 0 но или близко к тому настраиваешь пользуешься включил и пользуешься охлаждать просто поскольку проц не горячий несмотря на то что толстая крышка и все дела не в целом работает он классного всех задач но он далеко не самый быстрый не в рендере далеко не самый быстрый монтаже есть 7 950 x который в этих задачах лучше есть 13 900 к который в этих задачах еще лучше основная проблема установка 128 гигабайтов там и все 13 600 к можно охладить супер кулерами типа ака 620 и его но аналогами скажем так любым похожим кулеросом по своей конструкции шумнее тише эффективнее чуть менее эффективно но в целом любым если на материнке есть радиаторы то ssd вы покупаете без охлаждения охлаждение на материнке обычно больше тяжелее и массивнее и более эффективно чем родное охлаждение твердотельного накопителя исключение вся экспресс ген-5 твердотельные накопители ну и некоторые версии ген четвертых там прям с вот такими радиаторами кому отдать предпочтение смотря что цена вы но соотношение цена-качество kingston кс-3000 либо хэпер x цена результат лучший в классе если тебе нужны абсолютные лидеры производительности 850 x 990 про ген-5 накопители для ген-5 матерей с ген-5 как-то там был еще накопители не помню ну короче mp600 туда же seagate как его там все короче вот вся верхушка вся там какую хочешь такую берешь что лучше на долгое время 30 60 или 6 700 x 10 естественно 6 700 x 10 в этих картах можно брать дешевое исполнение дешевое исполнение и у 6 700 x 10 у 30 60 этот еще кусок мусора но 30 60 и политка то спалит в целом работают до горячего то до хреновые расходники до далеко не лучшая карта то можно взять панай на 8 баксов дороже на получше там 4 тепловые трубки вместо 3 в целом но 6 700 x 10 будет быстрее 6 700 x 10 имеет больше объем видеопамяти и на перспективе это конечно скажется в пользу красной карты хорошего клавиатура за 10000 рублей это чуть больше 100 баксов до сейчас не помню бренд китайские клавы будут механические на red свечах часа просто ну не название не на слуху они у меня их не каждый день произношу у меня на самом деле у меня название плохая память как вы могли заметить я ну либо заучиваю наглухо просто до бело оранжевый оранжевый было зеленый синий бело-синий зеленый был коричневый коричневым на либо ну как то так либо потом просто выбираю идеально конечно найти клавиатуру с черем x red silent red специльвер и все остальное ну то есть вот такого плана если такой возможности нет то у нас идут гатероны рэды с капами ну которого гатерон кап в 2 crystal silent red гатерон g pro red optical red и вот эти вот все штуки калилы каил точнее к их рады идут китайские свечи если что ну кто не то самое кироны наверное в принципе почти все рады свечей ну а у тему red можно посмотреть есть все остальное будет ну прям дорогое то есть нового гитричевский нет но аналоги радов у них есть джигс red liner но они бы скорее всего будут очень дорогие а так все рад свечи в том числе китайские почему нет на этих не знаю этих не слышу рк red не знаю кто такие это надо уже как говорится в сортах китайских свечей разбираться так так сейчас кейхрон овские клавы на red свечах я щупал можно брать по моему еще полки игр он к 8 клавиатура мне в целом да как раз примерно этот бюджет кто еще есть на каил каил хах на рядах есть кстати логи ты чем x а ну 200 бакс все вопрос снят это будет кейхрон на этих самых на гатеронах ну все если найдешь что-то более интересное как говорится пожалуйста брать nvidia лучше просто из-за хорошей ремонтной базы плюс рабочие задачи ну на самом деле нет ремонтная база нас в случае с покупкой нормальная видеокарта не из майнинг рига особо волновать не должна у нас должна волновать гарантия магазина это раз рабочие задачи да это факт и третий факт это кодировщик то есть если что-то нужно этим кодировщиком делать он естественно лучшую зеленая карта по факту но 8 гиговая 360 тяну были если 360 на 12 гигов еще ну блин за ее дешевый прайс палит за там 400 баксов ну ладно хрен с ним но следующий виде которое я вижу новым это 4070 уж извините какое охлаждение рекомендуете для райзен 9 7 950 x 3d лс 720 можно обойтись суперкулером попробовать по крайней мере но я предпочитаю водянку но и я ставлю рамку для укрепления но она необходимой не является потому что есть ну и отличие в самом механизме крепления во всем остальном но я ставлю 4k 144 герца до 60000 не то давай откроем нс давай посмотрим внешне трудно так от стрима осталось примерно полчаса умеете это буду а в 22 часа буду собираться это до дома до хаты хочу есть вот так вот для консоли периферии а вот все нашел ноутбуки периферия монитора есть давай от 144 сначала недорогие тут будут одни китайцы это же днс до скольки там было до 6000 дождик до 60 до 60 на извини просто такой что-то меня переклинило давай начнем смотреть от 35 примерно посмотрим что есть нового лыжи конечно за 37 это понятно ультрагир а 4к ты хотел там тоже будет лыжи только другая все приехали максимальное разрешение 7 модели на донесе поехали смотреть optics кстати не так плохо кстати а ок тоже не дурный монитор не трачен гуля они все нормальные 10g7 нормальный моник но он не настолько яркий по сравнению с другими мониторами в этом списке по моему hdr 1000 или это не та модель g7 а у hdr 400 да это не та модель но тув понятно двадцать восьмерка одессе а вот этот одиссей или не вот этот одессе шоу ты или не ты тоже rdr 400 все из этой пары лучше то ну естественно из варианта да они бывают проблемные ну то есть желательно брать там где ты можешь монитор вернуть если он тебе понравится почему потому что бывают вопросы по туфу рекомендую купить где-нибудь типа в днс и это самое такое в крупнике чтобы потом такой не подошел берите обратно они это у него 10 битых пикселей меняйте мне по гарантии они такие это норма и ты такой это нифига не норма они такие да и будешь с ними очень долго спорить поэтому как-то так плюс-минус все мониторы в этой группе вот те что ты здесь видишь они плюс-минус очень похожи между собой по своим характеристикам то есть по тому результаты которые ты из них получишь есть разница в яркости разные hdr на них и вот эти вот все штуки но как бы принципиально они отличаются между собой мало hdr 400 практически везде то есть 400 нет ну или candel на квадратный метр примерная подсветка и вот это вот все ppi понятно 27 28 дюймов все остальное но даже цветовой охват плюс-минус один и тот же ты можешь брать из них буквально любой тот который тебе больше понравится показывать они будут тоже плюс-минус примерно они все двадцать восьмерки здесь показывать они будут здесь плюс-минус одинаково давай подожди уберем фильтр может быть что-то повеселее в цене падет ну да ну да пошло и на тоже 144 ну да ничего интереснее здесь просто нет ну то есть список о не трач 155 герц у меня сервы пендрился но он ярче хотя тоже наверно hdr 400 заявлен не hdr 600 вот вот видишь есть разница но цветовой охват выше ну прямо на всем лучше взять попробовать вот этот айсер в нога только пасеров ски немножко странная потому что она круглая и маленькая то есть цена весит довольно много но за счет маленькой опорной ноги относительно вот этих мониторах может наблюдаться в обл то есть болтание это в целом они так все болтаются если бить кулаком по столу не делай так да наверное самое интересное из них это попробовать вот этот айсер с 600 кандал при прочих равных у него ярче экран не то чтобы тебе это было надо но hdr 600 но low blue light да наверное его все остальное но она плюс-минус одинаковая ну да есть небольшие отличия короче либо asus либо вот этот аук я бы взял мы либо наоборот более дешевой массой optics к примеру вот так вот я бы поступил возвращаемся стоит сейчас собираться на м5 7 600 x я не знаю куда вы потом эти 7 600 планируется продавать при апгрейде ваш понимаете что этих процов 7 600 и 7 600 x накуплены просто килотонны по всему миру такими же чуваками я потом обновлюсь на следующем поколении если все эти чуваки как и вы решите обновить проц стоимость 7 600 x будет нового баксов 20 я шучу конечно но близко к тому материнку ты берешь исходя из текущих задач если тебе принципе включить и пользоваться прямо сейчас аудио кодек ты поставишь внешний но либо наушники у тебя юсбишные то гигабайт b650 mds 3h пожалуйста под 760 x изи катка если тебе нужно что-то посолиднее то ну нужно ставить задачи правильно то есть здесь можно посмотреть абсолютно разные платы исходя из того что будет с этим компон дальше если 7 600 x последний проц ну как бы самый дешак условно конечно да стряжка далеко не самая плохая плата среди бюджетных это стоит понимать что есть хуже я говорю плату на котором гарантированно будет работать какую материнскую плату лучше взять за 790 масса я провайпай или масса и за 790 томагавк ну наверное вайфай да он есть не вайфай любую по сути томагавк это более черная более навороченная версия про стоит ли она этих 80 долларов дельта между ними нет на самом-то деле ну да она лучше но не настолько чтобы имела смысл за это платить поэтому ну смотри сам я бы не стал но можно или если а про нету опять же а так платы ну по сути это одна плата с разным брэмом разная раскраска и разным количеством радиатора вот и все а так это это плата шестислойная но то есть реально другой платы будет картон в смысле карбон а про этом агавк ну брэмом отличается но кей брэма а про уже достаточно для 13 900 к 400 ватт зачем ну то есть можно больше время пожалуйста зачем чтобы что по разводке но по работе с памятью это физически ну топология у них одна и та же дези чейн у них скорее всего даже физическая разводка выполнена абсолютно знаково память то есть одна плата в этом плане не имеет смысла брать старшую плату при наличии младшей вот когда младших продажи нет вот а да да тогда можно и на томагавк посмотреть но либо когда нужен более черный билд ну то есть еще более черный чем он сама из от 790 а про которая имеет серебристую окраску частично томагавк такой уже не имеет томагавк совсем черным чтобы скажем так до конца убедиться в правильности выбора 7950 xx это соответственно м5 ну верно прогары это проблема в основном x3d процессора они случаются из-за разных причин основная из которых завышение напряжение питания контроллера памяти так называемого сок питания не только контроллер памяти но в основном платы иногда при установке x по памяти активации профиля особенно плата asus выставляли очень высокое напряжение для этих процессоров там 142 и так далее что является критически важным и критически жестким для этих процессоров и они могли но сначала выходил из строя сок но и соответственно это дело рано или поздно падала в короткой и прогорала потому что напряжение было слишком высоким его просто пробивала проц сейчас стоит ограничение сок 1.3 вольта то есть ты берешь плату прошиваешь ее как говорится только достав из коробки то есть подключив ней блок питания флешку и нажав на кнопку даже просто не вставив после чего можешь смело собирать скорее всего данная проблема больше никогда ни у кого не возникнет данная проблема является гарантийным случаем даже со стороны asus они там заднюю с хрустом уже включили но не в россии в россии решили что вообще идея охеренная отказывает людям в гарантии в принципе при наличии такой проблемы что сейчас но как бы и происходит что незаконно но как бы как говорил дартсириус я позабочусь о законности и позаботился это ну как бы всем наплевать что идет отказ гарантии в таком случае потому что везде этот вопрос уже утрясли просто вылилось на реддите у волна говна и но как бы вопрос решился о чем я и говорил что этот вопрос двух недель сейчас волна говна там начнет asus захлёстывать с его гарантийной политикой и на этом вопрос закроется либо asus исчезнет как бренд в глазах массового потребителя что приведет к неминуемому падению продаж то видимо так оно и случилось записи стримов остаются доступны по ссылке то есть ссылочку не закрываешь запись стрима смотришь ссылочку потерял запись стрима не смотришь ее в принципе можно попросить ну как бы ребят в чате можно призвать карающую длань в моем лице или в лице алексея или в лице максима там максим право карать не имеет а чипом попал чата забанил но имеется в виду телеги но из разряда можно попросить ссылку и ссылку от нас можно получить если мы это сообщение увидим конечно вопросов нет странная штука ланкул 3 белый стоит 13к а черные все 30 но видимо вопрос в импорте когда они заехали большой партии магазину на три буквы но как бы они стоили там 11 13к а сейчас белый это остаток который но люди не особенно охотно берут потому что белый требует все таки не то чтобы белых деталей внутри это чушь на самом деле он требует интерьера для того чтобы поставить белый системник нужно чтобы интерьер интерьер был светлым и подразумевал установку белого системника чтобы но у тебя не как обычно в темном фоне стояла одна белая деталь на всю комнату и прям все хотим жить красиво и белый системник это но немножко про дизайн короче с этим понятно сюда такая цена скорее всего новая партия приехал уже задорого но и опять же если вести тот же ланкул малой партии озон это прямой импорт из китая вот представь это полкубометра это больше даже чем 216 ланкул один корпус заказать доставкой дом будет дороже корпуса отсюда такая цена то есть у тебя 13к стоит корпус и 27 доставка в одиночном экземпляре контейнер корпусов стоит совершенно других денег но контейнер корпусов стоит совершенно других день в закупке до каждый корпус выйдет очень сильно дешевле но как бы плюс еще может быть спеццена на первую партию для того чтобы ну как бы пробудить интерес рынка клянин ли которые на нашем рынке был не очень сильно представлен последние годы хотя это но премиальный бренд простите из не знаю каких годов я в 2007 году начинал заниматься компами ли анли уже существовала и была премиальным брендом по корпусам хочу купить msi rtx 4070 gaming x карта с тремя фонами в комплекте держатель ничего если я не установлю держать нет надписи гейминг который попросту раздражает смотри опора для тяжелой видеокарты полезная бифидобактерия если ты но опору не поставишь ну как бы ладно но изобразить какую-то подставку для того чтобы видик не провисал я тебе все-таки рекомендую но в любом случае рекомендую а как из чего ты это сделаешь хоть из втулки от рулона туалетной бумаги ну серьезно не знаю я там потихоньку коллекцию резиновых членов собираю как подпорки под видеокарты но за разрядов водки такие с интернет как-нибудь покажем как люди выходят из такого положения когда подставку покупать плом добрый вечер дипкул ассасин 3 для 12 700 к и в 180 ватт на проц без разгона корпус 2e gaming корпус не знаю корпус с вертушками не аквариум ну блин да чему нет ассасин 3 прекрасно корпус прекраснейший смело можно брать главное чтоб корпус влез но он довольно высокий и так 164 до проверяй по-моему ассасин 3 выше 167 по моему не помню 165 не влезет на миллиметр выше чем нужно для победы не закроется стекло скорее всего то есть он реально будет 165 а корпус 164 рискуешь взял уже 3 масса я про ддр 5 в данный момент присутствует с виздросселем ни в одной не было но из разряда смотри ты с виздросселя путаешь теплое с мягким когда ты слышишь его ну прости вот как я его слышу вот я сижу да вот стоит системник ну то есть открытый и ты слышишь там как когда память нагружена в тесте легкий такой дребезг из системника закрываешь стекло и почти его не слышишь стоишь на пол не слышишь совсем и свист когда ты просто включаешь ком без нагрузки на память и слышишь его из соседней комнаты ну то есть натурально у нас здесь не очень большой офис но мы слышим его отчетливо с работающим холодильником с открытым окном где у меня тут знаете звук эмбиента от проезжающих машин и поездов у меня там железнодорожные пути за окно в бизнес-центре и ты четко слышишь даже на этом фоне свист он тебя бесит адово простое ничего не происходит ком только включился орёт так что у системника только один выход в окно в этом разница то есть ну понятно дроссельный свист когда система нагружена память нагружена синтетическим тестом вот у меня сейчас здесь гигабайт за 590 аурус мастер то есть старая плата не этот легкий дроссельный свист есть при нагрузке на память на стекло закрою его не будет то же самое но на платах и масса есть действительно такой свист наблюдаю но просто ну закрытым стеклом он в уши не бросается но то есть его на фоне системника не слышно работающего и он появляется только в нагрузке и солнце появляется в простой и он явно очень громкий то это брак это нужно решать уже сервисом не это более того скажу гигабайт эти проблемные платы меняет по гарантии с таким свистом вопросов нет они перепаивают этот дроссель точнее катушку индуктивность перепаивают но как бы где такой энергетик продает в беларусь стоит примерно пол доллара я бы не сказал что это что-то особенно ребят ну или сильно полезно лишь сильно еще какое-то но это было два за доллар но примерно по ценам чтобы понимали чуть дороже там доллар 10 что такое ну чтобы вам можно было в свои пересчитать деньги 80 90 рублей наверное за пару что такое да и соответственно ну как бы берешь магазине покупаешь далеко не мои самые любимые но самыми любимыми было лень да опять же это нужно просто для того чтобы я тут не засыпал тряпка подойдет ли за 790 аэроджи для 13 900 к до есть возможность взять за совсем недорого смущает что там 8 плюс 4 по мощности этого достаточно для того чтобы запитать процессор 150 плюс 484 почти 600 ватт ну то есть то не почему что 530 630 и винить да нормально без вопрос ну пример спросил хотел спросить если разница кроме синтетики между создагин 345 чисто технически да вот в чем интересный вопрос ну то есть ответ на ваш вопрос довольно простой нет и да то есть ssd между собой отличаются памятью контроллерами количеством линий кучей разных параметров когда мы смотрим на твердотельные накопители ген 3 ген 4 ген 5 основное на что упирает производитель это линейные операции чтения записи те как раз операции которыми мы простые смертные в компах не пользуемся мы пользуемся либо операциями записи чтения вообще случайных данных либо операциями записи чтения на короткой или на глубокой очереди а а это вот нижние вот эти вот параметры где там 250 на 100 вот это вот фигня в мегабайтах мы пользуемся в обычной жизни в основном этим параметром но либо его аналогом на глубокой очереди там естественно все это дело побыстрее так вот все зависит от того какие контроллеры мы между собой сравниваем какие ну понятно пропускная способность чистота опроса и так далее тоже влияют по писи экспрессу естественно но если мы возьмем один и тот же накопитель и запустим его в ген 5 ген 4 ген 3 мы как простой пользователь даже при слепом тесте вряд ли увидим разницу давайте так в большинстве задач при слепом тесте я скорее всего увижу разницу между сата и писи экспресс накопителем ну если это будут какие-то более-менее задачи возможно я увижу эту надпись между ген разницу между дешевым ген 3 и дорогим ген 4 накопителем но это будет относиться к скорости контроллера памяти вот этих вот всех вещей ну то есть он изначально будет быстрее я это еще увижу в слепом тесте но один и тот же диск если ты закинешь ген 3 ген 4 ген 5 нет ну то есть только в тех задачах которые требуют вот реально либо работы на очень глубокой очереди до либо линейных операций таким штуками мы в основном не пользуемся ну то есть это много камер при работе с видео сэмплирование в кубэйзе когда у тебя ну там вот такая портянка сверху вниз и у тебя там куча вот таких вот сэмпл по два по три в одном месте и вот этих вот что куча источников и так далее да но любом другом случае среднем нет может быть еще на работе дата-центра мы это увидим но то есть на сервере с киеве например войну ну и любом подобном сервере запросов сервере обращений и поиска по базе ну то есть вот все вот этого типа но в обычной жизни но мы в четыре игры одновременно не играем в обычной жизни мы не делаем таких операций где это действительно может сказаться все поэтому нет и да да потому что обычно ну такие накопители идут с более быстрой памятью с более быстрыми контроллерами с большим количеством линий для того чтобы обеспечивать такую скорость линейную и прирастают в том числе скорости случайных операций но между хорошими ссдхами ну короче давайте так вот тот же кс-3000 который ген 4 накопитель да я называю лучшим соотношением цена-качество или его хопер x версия которая чуть более модная вы между ним и любым топом разницу уже не увидите хоть ген 4 хоть ген 5 при слепом тесте никогда точно так же как вы ну 970 его плюс который сильно ему помедленнее тоже вряд ли но будет сильно хуже при слепом тесте такое хотя это разница но технически она есть технически ее можно померить технически ну как бы да но просто наше восприятие и наши задачи как простых смертных я не говорю про профессиональные задачи там понятно там эту разницу можно измерить она исчисляется таки в деньгах таки каждая вот эта вот разница в это ваш щекель не потрачены или наоборот таки получены от клиента за более быстрое выполнение работы или взяты следующий заказ если вы такими не понимаете рабочие станции это отдельное направление этот инструмент зарабатывания денег поэтому они стоят могут стоить дорого и поэтому ну эти штуки мы считаем по-другому и мы оцениваем ноутик как что будет получено и когда я вот сейчас допустим пару часов назад до говорил о компе для кубей за я но четко выделил что эта разница с 13 900 к есть если она важна то ну стоит за нее заплатить просто она не так заметно и но здесь она возможно на количестве заработанных денег не скажется или у меня например вот этот компьютер 7 950 x да и 128 гигами рам и 40 90 человек менял нашу же рабочую станцию пятилетней свежести на 9 900 к знаете какой прирост двести восемьдесят пять процентов только попроцу только попроцу это значит что человек может работать в три раза раза быстрее все поскольку у него достала в два раза больше оперативной памяти он может брать более дорогие более тяжелые проекты отдавать их в три раза быстрее чем раньше все то то есть он может сделать за тот же тайминг заработать больше взять больше заказов как 3d дизайнер профит профит помогает ли наши компы зарабатывать деньги но профессиональным да и мы с ним но четко обсуждали есть вот типа с такой-то разницей в цене готов ли ты за это заплатить он такой посидел подумал горит не ну блин дорого там ну разница довольно существенная получилось там память другая плата другая охлад другой корпус другой ну короче куча наворот он такой не но ради 50 процентов результата тут уже ну как бы нет а вот то что он получил апдейт в 300 процентов только попроцу там еще в три раза по видику тоже в 300 процентов но и того его система будет работать больше чем в три раза быстрее да как узнать какие чп стоят в оперативной памяти сейчас какие стоят чп в оперативной памяти пишет даже цп узет часто почти все мониторинг программы hardwire info и все остальное спокойно вычитывают какие чп стоят сейчас это открытая информация спецов для этого не требуется но узнать этот доус до покупки памяти можно только по форумам ищешь память ищешь кто ее покупал как и написал какие чп там стоят потому что производитель заранее это не всегда указывает если указывает смотри на сайте производителя если нет ищи в комментах хочу купить 64 гигабайта 6400 какие планки можно купить любые тем ты форс дает и у него есть задешево интересные планки с точки зрения первого и последнего тайминга такие и рекомендую взять G-Skill безусловно как говорится выбор джедая всегда можно купить везде есть и в целом это нормальные модули в среднем конечно смотря что купишь они тоже разные бывают на разных чипах ну и Kingston но обычно дорого и выбор так себе у Corsair сейчас еще появился выбор неплохих модулей смотришь ждешь покупаешь ну или ищешь информацию теперь можно ждать обзор на asus раз в неделю нет следующий обзор на ноутбук выйдет наверное через неделю это будет айдиопат 3 2022 года мы на едва тоже не делали на такой ноутбук обзор но это короче не сняй диапа 21 года именно 22 вот и хочется вам его показать это довольно бюджетные ноутбуки может кому-то будет интересно они сейчас все еще продаются ну и опять же asus нам ноутбуки на обзор не дает так что что вы из ноутов у нас заказывается то и обозреваем заказывается вот то что я вам рекомендую ха ха ну из разряда память но память смотреть по сайту материнки это ql-list смотреть если речь идет за разгон да и в принципе все xmp-шное в среднем работает но да в ql-list можно посмотреть но для 6400 это как бы для современной z-платы или ну это не проблема если вы на мд собираетесь купить же 6400 оставь надежду всяк сюда входящий сок 1 и 3 это уже не работает 6000 так давайте последние вопросики осталось одна минута от стрима я щас буду его заканчивать масса и маг фордж 1000r что можете сказать про корпус ну на перед лезет только двухсекционная вода да не трехсекционка становится но не закрыт ну симпатично но нижний вентилятор будет не дорабатывать ограниченное место под установку видеокарты корпус не очень глубокий под эти задачи а так ну симпатичный но из корпуса но если ты хочешь корпус примерно в таком дизайне возьми 216 ланку им хам будет получше ну чисто технически а сустав x570 можешь ставить смело можешь ставить с водой можешь ставить с башенным кулером будет достаточно подскажи алгоритм сборки пока что ты делаешь сразу прошивка материнки как установка проца рамки как подключить правильно блин сборку компания начиная с распаковки всех компонентов кроме корпуса то есть реально распаковываю все начинаю с распаковки материнской платы ну давайте это будет последний вопрос много что он так это а у вас топовый комп нет сегодня на стриме уже было какой у меня комп топовый комп здесь только у алексея и то потому что надо у меня старое ведро тринадцатого года но меня она пока устраивает но в текущий момент времени так распаковываю материнскую плату вынимаю из коробки выкидываю оттуда все лишнее то есть всякие там перегородки пакеты и так далее оставляю только ее комплект почему потому что дальше я в эту коробку буду складывать все комплекты от детали которые останутся мелкие то есть коробки от оперативной памяти коробку от процессора упаковку ну понятно внутреннюю упаковку большую коробкой туда ложить не буду она туда не влезет ну например вот не вот эту же фигню туда засовывать да да это 13 900 к то есть я внутреннюю коробку инструкцию с гарантией туда перекидываю вот эти вот все вещи упаковку до от оператива упаковку от твердотельного накопителя они обычно небольшие потому что там серийники все дела то есть туда складываю но опять же про можно разобрать упаковать обратно в блистер проц в блистер память в блистер ssd и как бы но она при транспортировке останется своем месте и продавать удобно есть блистер родная упаковка хотя бы инструкции болты шмолты провода лишние все уходит в эту коробку после этого гарантийный талон и все остальное распаковываю проц распаковываю память распаковываю твердотельный диск распаковываю рамку если она есть ну не ко всем сборкам она есть допустим память комплекта по непонятно разобрал что на выбор что нет перегрузил в коробку от материнской платы протер все детали все контактные группы изопропиловым спиртом на деталях которые три года лежали новыми рекомендую все-таки жесткий ластик использовать но вот прямо сейчас столкнулся с таким с такой ситуации что у меня комп из новых деталей но образца трехлетней свежести и пока я память четыре раза не достал не поставил то есть не продрал на контактах на контактной группе дорожки для контакта ну то есть не стер слой окислов или слой грязи или слой чего-то еще который изопропил не стер что интересно память не заработала корректно ну ладно допустим протираю все изопропиловым спиртом и собираю твердотельный диск собираю процессор собираю систему охлаждения на процессор ставлю память развожу какие-то провода уже от системы охлаждения если они есть подключаю но и в готовом виде это все дело стоит а если требуется прям прошивка слепая прям слепая прошивка то материнка начинает прошиваться на этапе после распаковки с блоком питания с оперативной памятью или нет там зависимости от инструкции с процессом или нет если требуется прошивка с процессом то слепая прошивка делается после полной сборки если слепая прошивка возможно без центрального процессора можно сделать у столе это характерно для x3d процессоров на amd платформе хотя в целом вы можете сделать слепую прошивку и просто ну как бы потому что питание на просто не подается если но просто в этом не задействуется но короче прошивается все это дело обычно уже в собранном виде просто но перед первым включением так скажем либо после первого включения если там нет никаких подводных камней как x3d просто x3d будет шиться bios флешбеком если такая опция есть но и соответственно все платы которые не могут запуститься без этого тоже будут шиться в закрытую после чего я распаковываю блок питания видеокарту коробка от видеокарты у нас тоже остается но комплект из нее перегружается в коробку от материнки чаще всего для того чтобы он не терялся при выбрасывании этой коробки потому что такое случается иногда люди оставляют ровно одну коробку от системника коробку от мамки для того чтобы все осталось мы ложимся туда распаковывается блок питания мамка уже в этот момент материнская плата на ней стоит проц память рамка ssd х и все что должно на ней стоять включая систему охлаждения даже водяную она в этот момент уже собрана полностью с пастой со всеми делами отпечаток проверен и так далее все это сдвигается в сторону распаковывается корпус разбирается корпус передняя панель все боковые панели верхние панели все что можно с него снять снимается кроме вентиляторов если они в корпусе остаются снимается жопный вентилятор в обязательном порядке всегда снимается жопный вентилятор может быть какой-то из верхних если он в корпусе вдруг есть для того чтобы было провода проще удобно удобнее протянуть к материнке после чего в корпус устанавливается блок питания материнская плата после того как материнская плата закреплена собирается вообще все кроме видеокарты полностью в ноль последний ставится виде и протягивается провод укладывается провод виде к после этого сборка окончена слепая прошивка ну либо обычная прошивка тут уже как пойдет настройка биоса установка операционной системы установка пакет драйверов установка тестового пакета тестирование компьютера дополнительные настройки и все остальные опции если необходимо в процессе но то есть если время необходимо потратить так или иначе какие-то проблемы возникли то но эти вопросы решаются уже на собранном компе если надо он разбирается обратно частично либо полностью все вот алгоритм сборки но ребят если у вас возникают прям проблема что-то куда-то поставить вы открываете детали новые которые купили да и понимаете что бля куда что как почему ну знаете вот это картинка когда чувак квадратная пихает в круглое отверстие если вот вот прям вот настолько стало сложно в момент когда все распаковали откладывайте всю сторону вызывайте чувака платите бабки но либо везете платите бабки дешевле обойдется серьезно лучше пусть соберут за деньги пусть за дорого пусть возьмут там 10 процентов от стоимости железа что ну дорого но как что поделаешь как говорится жизнь такая раз уж не купили у чуваков и придется вести к профессионалам но в таком случае лучше вести то есть если вы открываете а ну вот это примерно так а это я вот а а это вот так а подсветка подключается она в принципе все понятно по youtube по ролику на ютубе да вот это я понимаю что это такой так это на мамке вот в инструкции написано вот да в принципе ясно так вот это а здесь а вот как это работает значит первый значит вот в этот слот мне нужно поставить им двойку что-то как тут а но вон ключ вон болтик так болтик я выкручу чпок чпок о прекрасно и вот это вот все у вас происходит легко и непринужденно собирайте сами ну то есть можете собрать сами я как магазин конечно хочу вам сказать что мы таки рады были бы на этом заработать на продаже вам железо и сборки его соответственно так выгоднее это дело продавать и чуть дороже чем купить это в россыпь но опять же можно подходить самостоятельно но если вы открываете чувствуете что бля много случаев но я знаю ребят реально много случаев когда люди полили железо ломали проц и ломали память что только не делали ну серьезно тут такое смотрите сами я вас предупредил я знаю что неподготовленный человек довольно часто ломает железо к сожалению если уж я иногда это делаю но просто это конечно теория чисел что собирая компы тысячами ты рано или поздно упоришь косяка но просто чисто статистически ты не можешь собрать 10 тысяч чего-то и не сломать от хотя бы одну деталь просто на те не выскользнет из рук там не что-то еще ты это не локтем в стол ударишься и уронишь что-то ну делая 10 раз тысячу раз одну и ту же операцию статистика но как бы но если вот прям вас открываете и понимаете что нет лучше идите к профессионалу ну или если вы открываете список железа не совсем понимаете что там вообще написано что это вообще все значит вот эти вот буквы можно разобраться самостоятельно и собрать свой комп я так сделал в 2007 году с чего началась моя профессиональная карьера это был кринж ну то есть это был все еще нормально комп я все-таки полгода готовился к этой покупке но поверьте я бы сейчас сделал ее лучше то есть вернись с сознаниями специалиста да вот текущего момента 7 год я бы собрал совершенно другой системы просто диаметрально противоположно просто потому что теперь я разбираюсь в этом лучше полгода на подготовку не две недели просто ну да материал еще был доступен не так легко как он доступен сейчас и нету роликов алексея который тебе горит купи это купи это купи это перемнож это между собой получится заебись ком отвечаю ара и она так и получается потому что но это по сути разработанная сборка нами для нас же но немножко упрощенная с точки зрения что мы прям сложных штуку там не даем которые но тянут там на 7 романов из 10 а вот что-нибудь на 3 романа из 10 по сборке вот просто вот вот покупай собирай если ты способен сам это собрать это точно будет нормальным амбассадором дипкула да сегодня что-то донатов от дипкула не было покой недорабатывают недорабатывают но вообще по большой части мы ставим дипкул не потому что он нам платит а потому что соотношение цена результату дипкула очень хорошо но в определенном как говорится диапазоне цен это тоже стоит понимать не ну как бы мы голосуем рублем за тех кто лучше нам же наплевать на самом деле на бренд на название уж не понимаете но давайте так мне все равно как называется тот или иной бренд на его долгую историю на были заслуги ну на такие вот вещи то есть когда-то там давно может быть это новый продукт оценивая до вслепую я еще могу там ну где-то что-то как-то ну то например блок питания там платиновый как созданного начале стрима было там и сайт но он вряд ли фуфло потому что ну блин мса и дорогой платиновый блок они скорее всего купили нормальную платформу нормальных чуваков ну или новый блок питания там золотой выйдет у себя соника или там не знаю у кого-то еще вот такого прям 3 пол и бренда да я но вряд ли буду подразумевать что там выйдет лютой какой-то говнище уровне xos а такое же вряд ли случится но я слепую оценивать буду именно так но выпустят они говнище уровня xos а я так это говнище мы больше не покупаем кто это такие вообще это какой-то китайский но мы ему вот это вот все ну то есть полью говном и мне будет наплевать на былые заслуги я буду говорить вот раньше не делали нормальные вещи сейчас делают говно и это говно ребята мы с вами брать не будем не рекомендую ну или как полит 360 и полит допустим 4080 game rock что рома говорит полит 360 говнище редкостная ну то есть это одна из худших карт среди 360 но она стоит очень сильно дешевле и она в целом работает до температуры высоковаты но они в рабочих диапазонах то есть это плохо но это работает но я оцениваю этот продукт так и 4080 игре а зачем вам что-то еще на тихо на она она реально тихая на ну прям в топе она холодная с качественных расходников с классным радиатором мне нравится как выглядит миднайт калейдоскоп хрена тебе что-то еще но хочешь более черный давай гигабайт возьмем она тоже классно что ассо стрикс ты ее видел вот это вот красно-синяя нахрена туда налепили а ценник ее ты видел на косарь дороже всех остальных ты точно в этом уверен говно вопрос мы соберем и мы собрали справедливости ради но человек знал отношение что ну типа бля вот это точно уверен такой да я знаю сколько она стоит я хочу вот мне нравится я хочу у меня есть на это бабки я готов я такой ну блин качеству карты вопросов нет к и уровню шума вопросов нет к самой карте вопросов нет ну давай возьмем так что при полной нагрузке в синтетике свистит такое чувство что обзор на asus каждую неделю выходят два обзора вышло подряд мы вообще планировали их разбить но то есть выпустить на следующей неделе asus чет так получилось что лёша смонтировал два подряд мы вышло два подряд asus так получилось такие дела но мы больше так делать наверное не будем ноуты каждую неделю бомбить во первых у нас их столько нет материалов на ноуты во вторых ну как бы тяжко очень тяжко по монтажу это сильно более сложные ролики с точки зрения монтажа чем мы делаем обычные с точки зрения подготовки материала а нам тут еще как бы ну кроме этого надо чем-то заниматься стоит понимать что есть разница за чего могло пробить конденсаторы в блоке питания px 1200 г из-за брака либо из-за короткого замыкания в системе ну то есть либо коза где-то внутри но блок должен был отсечь к за либо брак но то есть как бы если бы по бракованный то он бракованный опять же он полностью на японских компонентах ну шанс крайне мал как говорится такое ладно ребят спасибо что пришли за стрим на за стрим на понятно понимаю 22 16 спасибо что пришли на стрим спасибо что задавали вопросы как говорится спасибо за донаты спасибо что вы посещаете наше мероприятие в виде стрима и задаете вопросы как говорится и завтра вы сможете помучать алексея стрима у нас проходят традиционно по субботам и воскресеньям с 18 до 22 но на этом все всем пока до следующего видео всех был рад увидеть спасибо что